Всем привет, ребята, с вами ЧНТ, и вы смотрите проект Дорогаем, убиваем детей, семья Домашевских. Да, ребята, новая семейка. Вы ждали, я для вас выпускаю. Эта семья обещает быть очень интересной, поэтому сразу же поддержите меня лайком. А если вы впервые на моем канале, то, конечно же, подписывайтесь, потому что вы не пожалеете. Запрошиваем до будинка семьи Домашевских. Голова родины Олеса, 49 лет. Так, мама 49 лет. То есть у нас мама просто космос, да? То есть мамаша у нас прямо целый бизнесмен, которая там звезда года. Я четко знала, что я должна быть лучшей во всем. Олеса сама выховывает и забезпочивает трех детей. Трое детей. Молодший сын Паша, 10 лет. Так, Паша 10 лет, сын. Моя мама хорошая, умная, сообразительная, умеет зарабатывать деньги. Чё? Устап, 15 роков, навчается у вейсковом улице. Так, пацан 15 лет. Моя мама хорошая, иногда справедливая, иногда нет. Тадонька Богдана, 16 роков, студентка колледжу. Дед. Это дочка. Я так понимаю, скорее всего, проблемы будут с ней, да? Моя мама строгая, злая, деспотичная, никогда не сдерживает своих обещаний, чёрствая, упрямая. Всё понятно, с кем у нас проблемы. Но как бы мамаша вообще не уделяла времени детям, и она в основном сидела как бы на работе, зарабатывала деньги. Ну а дети начали отдаляться. Мы живём как люди, которые снимают рядом комнату. Я всю жизнь считала, что я со своими детьми не просто справлюсь. Да я сломаю кого угодно, да я там т-т-т. Жизнь оказалась иной. И вот спустя время наша старшая девочка стала самой главной проблемой для нашей мамы. Так, да, но у меня питание. Да. По заборгованностям в колледже. Какие-то долги в школе. Ты их тики промножила? Да. Да. Но я шла на экзамен, у меня вот здесь на лбу было написано 5. То есть если вы мне хотите ставить 4, ставьте 2, я приду завтра. Я понимала, что либо 5, либо смерть. Других вариантов нет. Понятно, ребят. Я это пыталась вложить детям. Но если я буду слушать во всем ее, то я, наверное, стану не буду собой, я буду ее какой-то копией. Сейчас ее взгляды формируют, ну вот, там, Леди Гага, которая там экстраординарная личность. Что ты будешь работать в жизни? Что ты будешь делать в жизни? Не жить, как можно прораховать. Ты вообще знаешь, что ты будешь делать? Не переживай за меня. Не переживай за меня. Не, не могу. Нет, я не могу не переживать. Ты за Остапа не переживаешь? Ты за сына не переживаешь, так? Мне стало трошки легче, когда он вступил в Суворовское ученище. Он вступил в Суворовское, и мне уже как бы легко. Потому что там есть определенная реакция и определенное покарание за его неверные ученики. Там его накажут, если он что-то сделает не так, понимаешь? Там эту функцию выполняют другие люди. Сделай хоть что-нибудь. Сделай хоть что-нибудь. Мне абсолютно все. Меня все устроит. Хоть что-то. Но надо хоть что-то делать. Просто хоть что-то. Меня больше всего пугает это лежание на диване. Пустая комната у девочки. Вообще ничего нет. А что за хрень? Она ушла в какое-то свое виртуальное пространство. А сейчас Дана меня обвиняет в том, что она говорит, тогда, когда ты мне была нужна, тебя не было. До 10 лет я переночеваю только, приходя домой. Ну, то есть практически всегда у бабушки. И как бы вы подумаете, что вот мама должна как бы давать больше девочке любви, но нет, она просто обращается к ней с новыми просьбами и указаниями. Так, мы сейчас едем на базар. А вы едете? Нет. У меня мокрое волосся. Едем на базар. Пять минут на сбор, и час пошел. Пять минут на выход, и поехали. А сегодня не будешь вообще ничего есть? Нет. Есть ничего не будешь? Объявляешь голодование. Да. Голодовка? Сколько дней? Все решаешь. Если я решаю, пожалуйста, встала и поехала. Если я решаю, значит встала и пошла. Я тебе сейчас расскажу наступный сценарий твоего життя. Давай. Рассказываю сценарий жизни. Ты будешь избавлена айпада, интернета. Говорит, я тебе заберу айпад, интернет и деньги. Я тебе влашаю в язницу в окремой взятий комнате. Я буду тюрьма. Твоё право выбора, взагалі, робити тобі щось чи не робити, закінчилось. Право выбора закончено. Будь-який с семьей, иснують обов'язки. Будь-який. Есть обязанности, и ты их должна выполнять. Да, це все не так і називається. Дана, я не дозволю жити в моїй хаті. Я не разрешаю жити в своїй квартирі і мене ігнорити. Она считає себе корлівою. Ну, я все считаю, що це наше корлівство. Я, як наследниця престола, пытаюсь його як можна раніше свергнути з этого престола, понимаєте? Ой, чувство, ребята, буде весело нам. І скоро ми дійдемо до того, що ти будеш чекати моєї смерти, щоб отримати спадок. Ну, мамаша на самом деле какую-то ересь говорит, дождаться смерти, щоб отримати наследство. Що? Ти вже чекаєш, я зрозуміла. Ти вже чекаєш. Ну, видно, що мама не умеє з ребенком общаться, це правда. Ти знаєш, що ти достойна донька свого тата, да? Ти достойна дочка свого отця? Ти знаєш, мама, і ти нахер! Папа не займався дітьми, він годами не піднімав трубку, не інтересовався дітьми годами. Вони були предоставлены самі себе, по сути. Тобто, і вот тоді почались, звісно, проблеми з дітьми, тому що мене було не до дітей. Тому що вначале, то есть це було, ну, страшно, я кажу, це було ад. Під конец нашої совмєстної життя він став розпускати руки. Тобто бив мене, потім бив мою маму. Тобто він вначале качав маму водою со шланга ледяною, і бабуся споткнулася, там був какой-то ком землі, і він її схватив і головою об цей ком землі. Дана налетела сверху на нього, ну, щоб подтащити от бабуся. Він з розворота развернувся і вліпив їй в лицо, то есть она подумала, що у нього сломан нос. У мене було вот таке депресивне состояние, і вони впадали в свою там дітку депресію. А Олеся рятувалася від усіх проблем у свій спосіб. Депресія – це був алкоголь. Мамаша бухала? Ось цим она спекулирує і шантажує, і все время мене, так сказати, упрекає, устраєвати здесь сцены. Відійди від моїх дверей! Ти ведеш себе як овця, розумієш? Понимаєш? Просто ти тупа овця! Капец. Типа, вот і поговорили, да? Я просто вважаю, що якщо діти так ненавидять і не уважають мати, то це тупик. А це закриває дверю сюди. Дитячий сад. Так виходить, що і мама, і дочка друг от друга прячуть свої чувства. В лице нічого не кажуть? Бажають налагодити стосунки і повернути часи, коли вони були щастливими. А мама бухає. Теплі не зналася. Хоча вернути то время, яке було до цього. О, Боже! Вона, вона на самом деле хороша. Вона дуже хороша. Не вміють вони спілкуватися между собой, да? Вони спілкуватися. Ну че, ребята, начнем разбираться с нашою семейкою більше подробно, но сейчас вони прийшли, щоб пройти физическу нагрузку. Здравствуйте! Как дела? Прекрасно. Как вас звуть? Какая разниця? Ясно. Так, ребята, ми с вами будем сейчас проверять вашу физподготовку. А че она пострилась, как мужик, ви мене просто объясните. Эта девочка выглядит реально какой-то пацан, причем запущенный. Поехали. Остап учится в Суворовському училище. Там определенные требования к физподготовке. Поэтому, если Остап будет хотя бы такой вести образ жизни, заниматься, он будет поддерживать такую форму и такой вес. Давай-давай-давай! Семь, восемь, девять. У Паши я из всех увидел такой потенциал, азарт к занятиям. Я думаю, что если сейчас он пойдет на какую-то секцию, которая действительно ему понравится, он добьется неплохих результатов. Ну, теперь ваш выход, леди. Попробуем? Нет. Богдана отказалась выполнять упражнение, отказалась тестировать свое состояние. Ленивая, да? Сейчас при росте метр восемьдесят пять ее вес составляет сто пятнадцать килограмм. Ого, ребятушки, сто пятнадцать килограммов. Это ожирение первой степени. Ей сейчас необходимо хотя бы легкая двигательная активность и совершенно полностью пересмотреть рацион питания. То есть мы понимаем, что у девочки проблема с лишним весом, однако это не особо общительное. А сейчас посмотрим медицинское обследование. У всех троих детей есть изменения в лепидограмме. Ох, у нее и порезаны руки, ребят. Принципальное питание. То есть это группа риска по развитию сердечно-засудистых плюс хронические заболевания желудочно-кисочного тракта. У Богдана лишний вес. Вообще ожирение опасно своими осложнениями. Риск возникновения сахарного диабета. Риск возникновения атеросклероза. В конце концов, это может даже привести к инвалидизации человека. Но девочку решили направить еще на одно обследование в проекте «Я стесняюсь своего тела». Да, это тот проект, где участвовал Андрей Мартыненко. Покажите мне свои рубцы. Это порезы? Да. В следствии чего? Тут она еще с волосами. Кот поцарапал. Кот поцарапал. После кота таких рубцов быть не может. Почему? Ну, потому что эти рубцы от ножа возникли после нанесения режущего предмета. Правда. Кто вас порезал? Сама. Я. А почему вы себя порезали? У вас какое-то состояние... Она так отвечает? Да. Угу. То есть видно, что на самом деле у ребенка проблемы с психикой. Согласитесь. Расскажите. Она все держит в себе. Положительная. Вы хотели себе... Знаете, на кого напоминает кто помнит семью Ахтема? Там, где девочка тоже резала себе руки. Вспомните. Реально, вот психотип один и тот же. Что там вот горит дом. Я тебя сейчас зарежу. Вот тут тот же самый момент. То есть видно, что они чем-то схожи. Семья Ахтема и вот наша девочка Богдана. Пусти увечья или сделать себе больно? Скорее, чтобы отпустила. Боль? Да. А что было причиной этой боли? Обида. Кто вас обидел? Это кто-то из ваших близких? Да. Мама? Не хочется заговорить. Чего он так отвечает? Не могу понять. Не хочется об этом говорить. Блин, что за актриса? Тебя спрашивают простые вопросы. Окей, ребята, давайте все-таки пойдем дальше, потому что дальше нас ждет психолог. У Остапа неплохое развитие. И видно, что он занимается. Максимальный вклад, который мама смогла сделать в Остапа, это отдать его в суворовское училище. Но когда Остап возвращается домой на каникулы, все возвращается на круги своя. Все-таки Остап вышел из семьи, где постоянные скандалы, неуважение к чувствам друг друга. Он и не будет уважать чувств других людей. Поэтому он будет, даже если и реализован в карьере, достаточно одиноким и несчастливым человеком. Твоя задача показывать мне цифры в разном порядке. 24 белая, 1 черная. Блин, да ну... Ну... Вот. Тесты показали, что Дана не уверена в себе. У нее большой комплекс неполноценности, который она маскирует всяческими способами. Что бы ты хотела поменять в маме? Ничего. Да ладно. Родители не выбирают. Боже, скажите, это нормальный человек? Ну, чего он так отвечает? Если честно, меня вот такое отобщение очень бесит. И родители не выбирают. Ну, что это за хрень? Ну, что это такое? Она научилась пререкаться и весь свой лексикон и потенциал она использует для того, чтобы защищаться и вести баталии, которые она научилась вести с мамой. Ты не веришь, что с мамой когда-нибудь можно будет дружить? Нет. Если мама сегодня ничего не изменит по своему отношению... Я не отрицаю, что мама не святая. Да, у мамаши будут свои проблемы, мы это будем понимать по проекту. Ну, блин, я вижу, что и в девочке свои как бы тараканы в голове. В Дане, то в дальнейшем Дану ждут очень плачевные последствия. Это могут быть расстройства личности. Это могут быть различные психиатрические отклонения. Это могут быть различные зависимости в поисках удовлетворения и в попытках заглушить свою душевную боль. То есть психолог считает, что сейчас у нашей Богдан с головой все окей, да? То есть вполне адекватный ребенок ведет себя как все в усах. Вот это нормальное состояние. Вы все так себя ведут, конечно же. Вы так все общаетесь. В каком твоем же классе? В пятом перехожу. Как у тебя успехи в школе? Нормально. Нормально? Я целый день в школе и делаю там уроки и прихожу домой еще поиграть на компьютере. У Паши уже на сегодняшний день есть компьютерная зависимость. Он может говорить только о компьютерных играх. У тебя есть мечта? Какая-нибудь, кроме компьютерной игры? Да. Их поиграть с моим другом в Майнкрафт, в Байно и в Панкстрайк. А все равно про компьютерную игру? Нет. Да? Нет. Нет. Знаешь, кого ты сейчас меня напоминаешь? Кого? Догадайся. Не знаю. Дана. В будущем Паша будет мало чем отличаться от Богдана, потому что у него уже проявляется такой же характер с пищевой, как и у Богдана. В дальнейшем он не сможет реализоваться. Он будет замкнутым, он будет трусливым. Просто человеком-одиночкой, который не будет вылазить из собственной комнаты. А вдруг парень станет чемпионом по Контур-Страйк либо по Доте? Да, это маловероятно, но все же. Ну что, ребятушки, переходим в студию, будем решать, что со всем этим делать. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Дмитрий. Расскажите, с чем пришли? Ну, не знаю, возраст переходной у детей, особенно у старшей дочери. И она пытается самовыразиться, только не совсем понятными мне способами. Уже, скажем, четвертый год подряд практически не учится ни в школе, ни в колледже. Все мои попытки не уменьшались успехом. При этом она стала закрытой, неуправляемой. То есть ей стали нравиться вещи, которые мне не совсем понятны. Например, ну, татуировки. Пока я не нахожу общий язык с ней. В какой момент вы потеряли общий язык? И был ли он вообще? Это было связано, я думаю, частично с моим разводом с мужем. Это действительно речь шла о выживании. Той помощи, которую они, может быть, в этот момент от меня требовали, ну, они не получали. То есть вы сконцентрировались на конфликте, а не на детях? Да, в этот момент, да. И в итоге потеряли с ними связь? Да. Проблемы только со старшей дочерью? Со средним ценным тоже были проблемы немалые. Были большие нарекания со стороны школы, то есть нас... То есть мамаша все время друщит в школе, что вы должны учиться, если что-то не так, то забираю у вас там телефон, iPad и так далее. Ну, такое, чересчур много школы, 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 а вот уделять ли на внимание вообще и какой-то личной жизни, там, каким-то хобби, увлечением, спорту, не знаю, каким-то развлечением? Выгоняли из-за поведения, поэтому я приняла волевое решение, и, в общем, он поступил в Суворовское училище. Он долго не хотел, он сопротивлялся, как только мог сопротивляться. Почему именно Суворовское училище? Если он не хотел... жесткой мужской руки, а я не хочу и не могу быть Цербером. Пусть другие люди его воспитывают, а при этом мама приезжает каждую неделю к нему, кормит, гладит по головке, он испытывает невероятную к маме любовь. То есть у него теперь мама ассоциируется с... То есть такой любви я никогда в жизни не видела, как в течение этих двух лет. Потому что мама для него, да, он знает, что если что бы ни случилось, он звонит маме и говорит, мама, помоги, реши, приличи, и мама летит. И он очень сильно поменялся в лучшую сторону. Совершенно другой человек. И я бы таких изменений ему бы не обеспечила. Это однозначно. С младшим сыном? Младший сознательно копирует поведение старших. Если старшая бунтует, он тут же копирует ее поведение. Если средний играет на компьютере, то младший кричит, я тоже имею право. Ну, он же знает, что тоже пойдет в Суворовское училище. Он сейчас в пятом классе, и мы поступили в кадетский лицей. Почему вы в Антану в Суворовское училище не определите? Честно, я искала. Я искала. Она же девочка. Я не могу найти Суворовское училище для девочки. Я просто не знаю. Я бы с удовольствием. Если бы это было, я бы... Олеся, у меня складывается такое впечатление, что вы в какой-то момент потеряли эмоциональный контакт с детьми, что-то им не додали, когда им это было надо. Вместо того, чтобы компенсировать это, наоборот, еще больше их от себя отдалили. Я давно осознаю, что дети от меня недополучили в какой-то период. Если со старшей дочерью я осознаю, что, допустим, у нее избыточный вес, я ей предлагала различные способы похудения, я ей предлагала все, что угодно, любое, то, что называется. Пыталась решить ее проблемы и говорила, расскажи мне, что тебя волнует. Она иногда шла на контакт, она показывала мне, скажем там, рассказывала о своих мечтах, рассказывала о своих кумирах, она показывала мне фильмы, которые она интересуется. Я сидела, я часами смотрела, но ничего не происходит. Результат ныне там. Самое страшное, что она ничего не предпринимает сама. К сожалению, вот вы запустили ситуацию настолько, что если ничего не изменится, ваших детей ждет мрачное будущее. Я сейчас вижу у вас искреннее желание меняться, но пока что это всего лишь слова. Не важно, чтобы теперь вы начали что-то делать. Для того, чтобы у вас был дополнительный стимул, я хочу вам показать, как могут выглядеть ваши дети в 40 лет, если ничего не изменится. Ну, давайте посмотрим, что нам сейчас покажут. Павлу сейчас 10. Ну, такое не самое страшное, но неприятное. Многие проблемы, которые здесь отражены, можно решить с помощью финансов. Можно его хорошо лечить. Но вы же понимаете, что от этого его жизнь не изменится. Остапу сейчас 15. А вот как он может выглядеть в 40. субтитры, Ну, вроде уже получше, чем малой. Получше. Просто не улыбается. Ну... когда Суворовское училище закончится, он начнет в своей жизни реализовывать те модели, которые видел в семье. А ну еще не сильно страшно у нас сделали. Хотите видеть, как выглядели Богдана? Вот я чувствую, Богдану сейчас скрипают нормальную, ребята. Да, 16,5. Угу. 16 лет, девочка. О, ну здесь вот да, вот тут видно вообще пошел замес. Боже, в 40 выглядит на 60. Ну, вы мне нарисовали картинку. Мы ничего не рисовали. Посмотрите в эти глаза, что они говорят. Я счастлива. Она довольна собой, уверена в себе. Сто пудов. Она счастлива той жизнью, которую я прожила. Нет. Самое ужасное в том, что это не ее выбор. Дети становятся заложниками родителей. Они вынуждены жить с родителями по правилам родителей и ничего с этим не могут сделать. Я осознаю, я понимаю, я не понимаю, когда она меня обвиняет в каком-то, ну скажем, плохом отношении к ней. Я сделала все, что я могла, и даже больше. Все понятно. Опять мамаша оправдывается. Олеся, вот ваша семья, она, к сожалению, является подтверждением того, что деньги могут приносить вред. Да. А это, это и есть проблема многих родителей, особенно тех, кто вынужден много работать, особенно тех, кто зарабатывает хорошо. Потому что детям в первую очередь нужно внимание родителей непосредственное. соглашусь с тем, что их эмоциональный сосуд оказался не наполнен тем количеством любви, которое они требовали. Требовалось больше. А этого больше я дать не могла, но я говорю, в силу там каких-то... Сейчас можете? Сейчас, да. Пришло время. Да. Давайте тогда пригласим детей. Хорошо. Здравствуйте. Поговорим. Привет, ребята. Как дела у вас? Нормально. Ну, ставшие очень похожи друг на друга. Что сменить семью? А что не так в семье? Дан, что не так в семье? Все отлично. Эй, все классно. Поэтому ты плачешь по ночам. Ситуация, которая сейчас происходит, она, по сути, угрожает твоему здоровью. На твой взгляд, то, что сейчас происходит, эта проблема, ты бы хотела жить в более комфортных условиях. Это вы так думаете. Да, и ты думаешь так же. Почему ты боишься об этом говорить, я пока что не знаю. Но я точно знаю, что твоя мама обеспокоена тем, что происходит. Получится у нее или нет, во многом будет зависеть и от тебя тоже. Ну, безусловно, и от вас, парни. Но Богдана тоже принимает в происходящем активное участие. Что бы она сейчас тут не говорила, и как бы она там не пыталась выглядеть очень умной и одаренной. Да, я самая лучшая, самая умная. Смотри, Дан, ты понимаешь, что в рамках этого проекта те, которые понравятся мне. Понимаешь, здесь нужно уметь договариваться. Ой, господи. С членами твоей семьи, которые... Я не отрицаю, что реально мамаша там, да, запустила детей, да, где-то не участвовал в воспитании, но у нас уже, Богдан, и есть мозги, по идее, правильно? Почему ты себя так дерзко и мерзко ведешь? Понятия не имею. Живут с тобой в одной квартире. По поводу того, что ты будешь делать то, что хочешь, ну, ты же понимаешь, в свои 16 ты не можешь делать то, что хочешь. Почему? Почему? Потому что ты зависишь во многом от мамы. Капец. Это хорошо, что у твоей мамы есть возможность поставить тебе брекеты и сделать твою улыбку обаятельной. Поверь мне, у многих детей нет такой возможности. Их родители не могут себе этого позволить. У многих даже родителей нету. Ну, у тебя тоже. Ну, у тебя есть мама. Блин, не могу такое смотреть адекватно. Как она меня бесит. Ужасный ребенок. Ну, ты тоже к тем многим относишься. Она не имеет ни уважения, ни общаться не умеет. Ну, что это такое? С ведущим даже не может рано поговорить. Только мы гэкает, ты бы гэкает. Ты не можешь по взаимодействию с другими людьми. Плотное взаимодействие. В котором тебе нужно что-то от этих людей. Поэтому ты себе можешь позволить вот такое дерзкое отношение. Ты даже не можешь хамить, зная, что если все-таки припечет, она тебе поможет. Сколько бы ты ей гадости не наговорила до этого. Это вы сейчас к чему? Вот если... Кого-то она еще, ребята, бесит. Если да, поддержите лайком. Еще в комментариях. Напишите, я просто хочу почитать комменты, которые вы пишете, потому что меня бомбит. Честно, она вот так себя ведет, что просто бомбит. Если бы ты жила отдельно, ты бы оплачивала квартиру, покупала бы себе одежду, еду. Да, конечно. Нет, она может жить отдельно от меня. Не я от нее, а она от меня. А ты за что жить будешь? Я придумаю, не волнуйтесь. Да, ну. Ты сначала придумай, выступи с таким предложением, скажи, мама, поскольку у нас с тобой жить не получается, я решила жить отдельно. Вот. Да кто-то может жить отдельно. Вот так вот жить. Вот отсюда... Типа бизнес-план. Типа того. И вполне возможно, это будет вообще решением того конфликта, который вас сюда привел. Ребят, ну, Богдана считает, что все хорошо. А вы как считаете? Есть какая-то проблема? Нет. И у тебя проблем нету? Ну, тебе нравится то, что происходит? Да, все счастливы. Что не нравится? Их взаимоотношения. Какое оно? Никакое. Ну, неправильно это какое? Ну, как бы, я лажу и с ней, и с ним, и с ней. Они между собой не ладят. То есть не могут найти общий язык? Потому что он не живет. Если бы я не жила, я бы тоже. У нас были идеальные отношения. В любом случае, у вас будет ряд правил, которые позволят вам не только увидеть проблемы, но и решить эти проблемы. Потому что сейчас все выглядит так. Половина семьи проблем не видит, половина видит. А жить всем надо вместе. Готовы попробовать выполнять правила? Правило первое. Не салом, а салом. Понимаете, о чем это? Нет. Ну, да. Нужно урегулировать рацион. Каждый день кто-то из членов семьи отвечает за приготовление пищи. В определенное время. То есть, короче, все, кроме Богдана, вы все поняли, да? Кто, когда будет дежурить, решите самостоятельно. Уверен, вы сможете договориться. Было бы хорошо, чтобы это не было волевое решение вашей мамы. Попробуйте все-таки договориться. Но нужно все-таки добавить в вашу жизнь физической активности. у вас будет свой фитнес-тренер, который будет регулировать вашу физическую нагрузку. Правило второе. Дети офлайн. В рамках этого правила у вас есть всего лишь один час, который вы можете провести либо в интернете, за компьютером, либо у телевизора. Олеся, вы должны регулировать это. Это правило будет нарушено. И для того, как кто-то из ваших детей воспользовался своим правом, забрать его гаджеты, которыми они пользуются, у них не должно быть возможности нарушить это правило. Вам это правило нужно, потому что, ребята, вводят наказание. не можете проводить время вместе. Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. Я вас жду через неделю. Да. И вам того же. Наши дети, в общем-то, начинают обсуждать те правила, которые они получили. Там, правильное питание, тренировочки, общение. Если придержатся этих правил, не будет проблем. Играть час на компьютере не хочу. Хочу играть три часа, тресть минут. Я не хочу. Потому что не вижу смысла. Потому что не верю в это. Но все-таки мама настроена очень серьезно, и она собирает всех на семейное совещание. Паша, ты тут? А ну, бегом на кухню. Ну, что, на кухню, серденько. Что есть? Оставь, Дана. Будьте, будь ласка, вниз. Что? Потребно порадиться на завтрашнего дня номер правил. Давайте посовещаемся по поводу новых правил. Давайте, я вас всех чекаю. Я вас жду. Дана, ты идешь? Нет. Если тебя сюда покликали, ты маешь прийти. Если тебя позвали, ты должна прийти. Для чего? Я тебе сказала семейную нараду. Семейное совещание. Что? Что ты несешь? Что ты несешь, мам? Что я несу, я тебе это все расскажу, когда ты сюда прийдешь. Мама тоже не пытается договориться с девочкой. Она воспринимает правила по-другому. Она только пытается приказать. Иди сюда. Все. Дана, я чекаю. Я тебя не не плачу. Ты хочешь, ты не хочешь? Я тебе спрашиваю. Не спрашиваю. Давай, иди и все. Дана, ты идешь, чи ты не идешь? Идешь, не идешь? Встала и пошла. Да и что, чтобы я была там присутня. Зачем я там нужна? Я не знаю. Я тебе все покажу там. Я не спущусь. Ты спустишься. Ты спустишься. Ты мне обещала, что ты будешь выполнять правила? Ты обещала правила выполнять? Если они мне будут понравиться. Все будут нравиться мне. Ты отказываешься выполнять правила? Да. Ты отказываешься выполнять правила? Я отказываюсь. Ты давала сама сгоду. Ты мне сказала неодноразово, что ты будешь Я хочу с тобой поговорить там внизу, я не пойду вниз, вот эти приколы, все семейные нарады, шли. Я вниз не пойду. Для чего? Для чего? Ты хочешь показать, я не знаю, что я хочу показать, мы будем обговорить в другом месте. Да, не хочешь говорить на эту тему? Да. Я хочу с тобой говорить на эту тему внизу. Тяжелый ребенок, согласен. Дана, пошли вниз. Я не пойду вниз. Чому? Ты до меня ставишься, как до смятя, я не знаю, можешь разговаривать со мной, вот так вот, как сейчас разговариваешь. Ты мне как к мусору относишься. Я тебя не пытаюсь, спускайся вниз. Я тебя не спрашиваю, спускайся вниз. Я тебя запрошивала и кликала. Я тебя звала. А потом ты сказала, что я, мне все равно, ты спустишься вниз. Мне все равно, пока ты живешь тут, ты будешь выполнять мои правила. Я долго терпела твои издевательства над мной. Я прошу, начипай меня. Не трогай меня. Если честно, то нету никаких сил. Ну, как бы, мама поговорила с дочерью. Ну, и разговором особо это назвать нельзя. И маму тоже пробивает вот что-то на эмоции. Я ее тоже понимаю. Да, у мамы свои бздыки, и ребенка свои бздыки. Как со всем этим будем справляться, увидим дальше. И так же сидит дочка, да? Два сапога пара. А что на самом деле нельзя было спуститься и обсудить? Она не шла ее ругать. Просто захотела обсудить. Просто позвала. Нормально позвала. Все пришли, кроме нашей Богданы. Какого черта? Если пришли менять отношения на проекте. Но все-таки видит, что двое детей на нее смотрят. Она понимает, что раскисать нельзя. Она берет себя в руки и пытается все-таки распределить хотя бы между мальчиками задания. Сюда я стопчик. Паша, лидер высветил во все. Паша. Мы дотримываем из правил. Видно, что это харчевание. Да. Питание правильное. Придерживаемся, да? Как мы удерживаем чекулы? Как будем решать, кто главный? Нет, не кивотый жереб. Я не знаю. Наверное, я могу. Ты мне все одно. Паша. Да. Старший сказал, что он может. Когда ты будешь чекулатой? После остапа или когда? Ты после остапа одежуришь? Я думаю, да. 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 Добрый. Ну, как бы правила между всеми распределили, кроме нашей одной данной. Она считает, что она должна быть тут точно победителем. Я проиграю эту битву, но грош мне цена, поэтому здесь нет вариантов. Мне надо только лишь победить. Мамаша у нас тоже крутая. Что девочка считает, что самая лучшая, что мамаша не хочет в общем-то поступаться и всех в говно втереть. Класс семейка. Наступает, ребята, новый день. И тут мамаша решает, что все, новый день. Любые бунты будем просто искоренять. Правила будут все исполнять. А пока что Устап, как и обещал, берется сам готовить снаданок. Так, мальчик сам готовит завтрак. С салатом. С салатом? Тебе помогли? Нет. Помочь не надо. То есть она пыталась как-то проконтролировать пацана. Пацан говорит, не надо мне еще помогать, я сам все сделаю. Баба думает, окей, я найду кому еще на ухо упасть. Паша. Да. Иди сюда, серденько. Не чувствуется такой материнской ласки, такой доброты, улыбки. Она с ними общается как солдатами. Вот согласитесь, вроде мама, а вот как-то обнять, улыбнуться им. Все как-то в таком вот тонне. Я иду. Как ты думаешь, какие у тебя идеи от нас на том, что готовить? Конечно, можно готовить или нет? Тут как бы парень хочет яичницу, но мамашу этот выбор не нравится. Я вот уже знайшла кучу полезных рецептов. Мама, я тебе только что сказала уже. Мама, я сказала, что я хочу. Какие рецепты? Ты можешь сварить кашу? Можешь сварить кашу? Я сказала. Что? Я же сказал свое мнение. Хочу яичницу. Да. Она не слышит детей. Я тебе уже третий раз скажу, я ешню. У нас есть яйца? У нас есть яйца. У нас есть яйца. Все есть. Все есть, доброе. Доброе. Эта бабушка привезла. Доброе яйцо у нас есть. Яйца есть. Я тебя запитала. У нас есть яйца. Ну, перестань его. Ну, это реально. Ну, это ты знущайся зараз над ним. Ты сейчас издеваешься над ним. Даже старший пацан уже понимает, да? Какого хрена ты к нему присралась? О. Доброе. Можешь замолкнуть. Не знущайтесь. Я могу замолчать. Мамаша явно не нравится, что старший ребенок заступился. Ну, согласитесь. Мамаша пилит так, что, возможно, это и понимает, что ну ее нафиг такую мамашу. Но мама думает, окей, в этом бы я поиграла. Но сейчас я вам, в общем-то, дам. Было второе правило. Дети оффлайн. То есть все телефоны, компьютеры, планшеты. Все нужно забрать. Да, нам. Все. Выйди сюда, будь ласка. Я тут. Помнишь, что третье правило передбачаю? Третье правило помнишь? Ну, еще треба сдать все пристрои. Сдать все телефоны. Ради Бога. Мама думала, что все-таки таким способом она сможет наказать девочку за то, что вчера она так бунтовала и не вышла к ней. Но она спокойно взяла и отдала iPad. Остап также ставится до правила спокойно. Все молчат. Доказать третье правило на деле, что я независим от компьютера. А ось для Паши залишиться без онлайн-фигур. О, а пацану тяжело, да? Это мой телефон. До него подходит и только... Мой телефон не трогать. Когда я не програв на нем, ты его заберешь. Я даже час не програв, ты забрала. Паша. Паша, тут был телефонный звонок. Ну, чему... Чему ты мне про цены сказал? Тут был телефонный звонок, ты ничего не сказал. Тож теперь, хлопчик, образы все на матерь. Первое правило мне самое не понравилось. Ну, я хочу побольше поиграть. Чувствую, ребята будет очень весело. Но самый старший продолжает приготовление еды. Позвали как бы всех на завтрак, но наша Богдана не захотела спускаться. Опять бойкотируют, что не буду я жрать. А младший, в общем, начинает за ней повторять. Я ничего не буду есть. Никакого насильства. Ой, Господи. Но помыть подлогу? Нет. В Сан-Музле нужно? Нет. Пол нужно помыть, либо нет. Насильство. Здрасте вам. Насильство, слышишь? Почему-то все тебя мают, обслуговывая ты. Почему должны тебя все обслуживать? Нет. Да. Ну, видно, что мама не умеет общаться с детьми. Она не умеет уделять ласку. Вообще, она вот общается как... Знаете, вот руководитель общается с подчиненным. Вот, наверное, это самое будет идеальное сравнение. Я думаю, вы согласитесь все до единого, что вот есть руководитель, есть подчиненный. Ясно, что к подчиненному не будет. Ой, ты мой солнышко. Вот в таком общении. Я тебе сказал так. Все. Ну, что самое интересное, что парень тоже как бы слушался, но он в этом тоже ищет выходов. Включай таймеры. Не хочу выкрости за свою годину. Я хочу включить. Я используюсь, хочу час. Правила использовал. На тебе ноутбук. А младший, в общем-то, увидел, что у старшего ноутбук появился. Думает, блин, я тоже хочу. Поэтому пошел готовить обед. Дан, а что мне приготовить на обед? Паша, а тебе не все равно на эти правила? Тебе не все равно на правила? То есть старший бунт поднимает. Так что можно так слушать, я не знаю. То есть мальчик стал неким таким инструментом между мамой и дочкой. И Дан очень часто его использует и понимает, что он за ней пойдет. Я тоже буду так. И как вы понимаете, ребята, все-таки ребенок тоже отказался выполнять правила. Так, Дана. Стой на твой диван. Стой на твой диван. Проте розваги Даны почти швидко закинчивается. Что? Пришла мама, да? Богдана решила все-таки закрыться в комнате. Ну, а мама понимает, что окей, тогда сейчас напряжем самого младшего. Почему никто правила не выполняет? Ну, кроме старшего. Все, поднимай, пожалуйста. Вот все-все. Не, поклонай нормально. Вздох. Иди все сложи. Подними. Просто подражание Дане, вот и все. То есть чувство, что Дана лидирует. И вот он тоже пытается заявить о своих каких-то позициях. То есть наша мама все-таки заставила сына поубирать. И как только он-то выполнил, мама готова дать новое задание. Так, Пашенька, а теперь иди бери книжку и будем узгадывать литеры. Ты можешь наказать? Я тебе не тераю. Хибо читание — это карание? Да. И тут, ребята, что происходит дальше? В этот весь разговор вставляет свои пять копеек Богдана, который ни хрена не хочет еду, только попердывает так вот сбоку. И когда что, как, дай, как крыса вылазит. Нет, Паша, не треба. Тупо настрапаляет. Берет, тупо нагнетает обстановку. Ужасный ребенок этот старший. Но и мать не ждает. Паша, я чекаю тебе с книжкой. Я отдыхаю. Я отдыхаю. Вставь. Вставь швиденько. Вставь. Вставь швидко и внизу. Я отдыхаю. Я отдыхаю. Еще раз на меня вякни. Еще раз на меня вякни. Что это такое? Это я дожилась до того, чтобы ты на меня так кричал? Я на тебя не кричу. И никогда не буду. Да. Да. Тяжелая семейка. Я не знаю, читаешь ты или нет. Нет. Если у меня ребенок в 10 лет будет игнорировать. Если у меня ребенок в 10 лет будет игнорировать. Вот видишь. Я тебя не игнорую. И хамить. Не хами мне. Ты будешь сидеть и читать в голос. Ты будешь здесь читать слух. Ты понял? Открывай книжку, читай. Я слушаю. Ты хочешь быть закрытым в кладовке? Нет. Давай паскапываться. Вы нормально. Капец у мамы наказание. Я тебя в кладовке закрою. Я все нормально. Паш. Да. Ты надевайся на Дану. Ты насмотрелся на Дану и постояешь за ней. Что все? И пацан, в общем-то, тоже решил пойти в свою комнату и закрыться. Так как это делает Богдана. Вышел из комнаты. Вышел из комнаты. Почему? Потому. Почему? Потому что я до тебя вернулась. Потому что я к тебе обратилась. Я до тебя вернулась. Я к тебе обратилась. Значит, послушай. Встал. Значит, слушай. Встал? Я никогда. Да. Мама. Я тебя могу и душить. Я тебя. Я тебя тоже. Слушай, парень. Я тебя народила. Я тебе... Я тебе... Я тебе... Я тебе... Я тебе... Я тебе родила. Знаете, у нас был как бы фильм Тразбульба такой. Я тебя родила, я тебя и убью. Я думал, что надо сейчас так и скажет. Все. Все. Не все. Что ты себе позволяешь? Что ты себе позволяешь? Вот мама реально общается как не с ребенком. Вот реально общается с каким-то подчиненным, с рабом. Я не знаю как. Ну точно не как с сыном. Что ты себе позволяешь? Я тебе сказала выйти. Я тебе сказала выйти. Нет. Знаете, на что это больше похоже? Это похоже, когда вот учитель и ученик. Согласитесь, ребят. То есть, если он сейчас в школе учится, то точно поймет. Это выглядит как учитель общается с учеником. Что ты себе позволяешь? А ну быстро встал отсюда. Какое право ты умеешь меня игнорировать? Я не могу игнорировать! Но это и есть игнор. Это и есть игнор. Ты что думаешь? Що будь вечно сходить с рук? Ты 트�умын что тебе все будут сходить с рук? Будешь сидеть и слушать меня. Ты меня понял? Я не разрешу, чтобы ребенок в 10 лет так себя поводил по отношению к маме. Какая для этого ребенка сделала все? Не все? А что я тебе не сделала? Что, например? Много чего? Давай, я слушаю. Если много, давай, чего? Это насильство? Ты меня насилуешь? Нет. Это Дана научила тебя? Еще не видишь такого насилия. Шмакодявки. Знаешь, что, парень, ты в своем жизни не видел ни паска, ни пыгранья. Ты еще не видел ни ремня, ничего. Понял? Ты меня зрозумил? Я понял. Я сказала сив. Я нормально сив. Сидеть. Я не позволяла вставать. Я не разрешала вставать. Я не позволяла. Отпусти мою руку. Отпусти мою руку. Сидеть спокойно. Я, наверное, не сижу. Ты бедный, несчастный. Ты голодаешь. Тебе нет где жить. Мама тебя карает. Мама тебя наказывает. Чего-то позбавлено в жизни. Тебе что-то в жизни это и нету? За что ты так маму ненавидишь? Чего ты на меня кидаешься? За все доброе, что мама ты безрубила. За то, что мама все хорошее сделала? Мама тебя тискала, целовала. Мама тебя тискала, целовала. Мне это не надо. А что надо? Я ответил, что я твою руку. Я только что тебе ответил. А ведь чего ты рыдаешь? Вот и поговорили. Я не заставлю себя уважать. Если я не справляюсь с ними в 10-16-летнем возрасте, то дальше я и подавно не справлюсь. Вытирайте в меня ноги за все то, что я делаю, я тоже этого позволить не могу, потому что это просто разрушает ребенка. Ну, в общем-то, мамаша решила оставить парня в покое и сама начала готовить обед. Хотя это должен был сделать парень. Дана и Паша. Спускайтесь вниз, будь ласка. Я не голодна. Я не хочу вниз. Все, два бунта. И тут, ребята, продолжение боя. То есть эти бунтуют. Реально их просят. Нет, все, мы не спустимся. Держим оборону. Я не хочу борщ. Я не хочу борщ есть. Я не могу себе ничего приготовить. Что ты хочешь приготовить? Овощи, кашу, нет? Овощи, кашу, да? Потому что ты так хочешь? Если ты хочешь что-то себе приготовить, будь ласка, со мной узгодь это вопрос. Если ты хочешь что-то себе приготовить, согласуй ты со мной. Что за бред? Но если есть даже овощи и кашу, что ребенку этого нельзя приготовить? Почему ребенок должен все согласовывать с тобой? У него нету своего мнения или что? Он не может сделать то, что он хочет. Это не прыгнуть с окна, либо там спалить квартиру, но хочет приготовить сама себе покушать. Почему она не может это сделать? Непонятно. Мама же тоже свои заскоки. Я не буду узгодживать ничего с тобой. Мне не можно кашу съесть, да? Вот, тоже говорю, да, что не за кашу здесь ребенку. Я должен у тебя дозволу спросить? Не, ребят, ну тут, конечно, тяжелый случай. Что у нас дети, маленький наша Богдана с прибабахом в голове, мамаша там тоже, такой прибабах, что ой-ой-ой. Еще вопрос нет? Ой, господи, я должен спросить, чтобы кашу приготовить. О, бред. Чудово. Оставь, мы с тобой ему борщ. Оставь, мы ему борщ? Я не могу возле нее находиться, вообще. А двое голодает, да? Трусишка? Да ты. Я нет, я не трусишка. Вот видно, что у них большая психологическая проблема. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? То, что у них на голову каждый раз то одеяло, то хоть что-нибудь накидывают. Они, знаете, как закрываются от этого мира. И это очень хреново. Я таких людей, в общем-то, знаю. У нас в проектах такие уже были. Видно, что с головой уже бом-бом немного. Знаете, жрать то хотят же. Так иди поешь борщ. Иди поешь. Я не хочу борщ. Я не хочу борщ. Мам! Я тоже не хочу. Что ты хочешь, Паша? Сухие завтраки. Мам! Сухие завтраки. Хочешь кушать? Иди. Я буду есть сухие сниданки. Я не могу. Я буду кушать сухой завтрак. Идешь со мной? Паша с радостью спускается, чтобы перекусить. Пан Сан спустился. Перекус. Так. Сухие сниданки, мам. Сухие завтраки. Паша, а там пив тарелки борща. Съешь, пожалуйста. Нет. Пол тарелки борща. Съешь. Ну, за обедом Паша молчит, и он счастлив, что мама не вспоминает его утреннее поведение. Хотя парень еще не знает, что это только. Знаете такое? Затишь ей перед бурей. Паша. Я не зрозумела, где ты находишься? О, начинается. Иди убирай со стола. Вытри свое молоко, помой мою тарелку, спрячь хлеб, сметану. Нет. Что значит нет? Может я пойду погулять, хорошо? Я пойду гулять. Тебя раз гулять не будешь. Ты гулять не будешь. Душа есть несколько вещей, которые нужно сделать. Я не буду помыть. Нужно некоторые еще сделать. О, продолжение. Стоп. Ты не идешь никуда гулять. Паша. Поки умовы ты тут не ставишь. Ты мне тут условия не ставь. Папенька. Поки ты живешь со мной, с нами. Поки ты живешь со мной, с нами. Поки тут мама. Главное. Я тут главная. Я предлагаю тебе. Я предлагаю тебе. Ты! Что? Ты сегодня чергуешь все, я вырежу. Ты сегодня дежуришь все. Я тебе еще раз скажу. Прийди сюда. Давай поговорим, кто кому любит. Ты! 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 Ты уже! Ты! Ты! Посиди подумай. Когда тебе напрямую... Посиди подумай. Когда тебе отдастся, приходи, поговорим. Ты меня понял? Так что давай? Давай, швидше прийдешь, швидше пойдешь гулять. Быстрее придешь, быстрее уйдешь. прошло примерно три часа пацану в общем-то надоело сидеть в одиночестве и он бежит к маме и в этот раз все таки мама победила потому что парня истерики не помогли в общем-то уйти от ответственности не помыть посуду это умой так что теперь после мытья посуды парень готовится готовить ужин а по-моему там яйца вообще не попали в сковородку если вы заметили да мимо ну не надо их разбивать перед тем как их там ломать но он учится ну немножко грязно тепер паша заслужил на поступливість матері все готово паша заслужил все добре все кушать ну шо оставь я я еш так я ешница терпимо ну все ж таки першедусе я поверила что будет результат дети ведут себя как-то иначе нет на какой-то контакт хоть они протестуют против всего этого ну в общем-то мальчик и маму порадовали поэтому даже особо не контролировала время которое они проводят за компьютером и звичайно цены залишилося без увага а пока не нравится это да я почему можно и мне нельзя да и под не хочет и на встречу просто вымагаешь и просто вымагаю я прошу тебя то есть в общем-то девочка пообещала что будет себя вести хорошо и мама думает окей проверим так и быть верну тебя ipad посмотрим что завтра будет новый день а наша богдана должна в общем-то пойти в тренажерный зал а на часах уже 12 часов дня вот но она еще в кровати и спит на день на дворе но ты не можешь пролежать целый день ближку не можешь целый день пролежать в постели ты памятаешь что сегодня домовлення но сейчас такой-то человек одеяло все время ходит с одеялом на голове встала пошла что она сейчас сделала встала с одной кровати или главную другую кровать вот и поговорили она же говорила что буду исполнять правила дайте мне ipad на о чем говорить можно ой господи тяжелый ребенок даст тренажер не зал ты идешь тренажерный зал тем нужно позавтракать да да то дитя беда да 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 и голодная тату держал он и ты можешь Я хочу, чтобы ты не лежала. А я не лежу. А что ты делаешь? Слышу, не чипай меня. Я сижу, не трогай меня. Я не могу тебя не чипать, это не нормально. Это не нормально, что ты так себя ведешь. А ты такие поведенцы, Дана, я не залишу тебя в спокойствии. Ну, в общем-то, пока были опять разборки между мамой и дочкой, пришла, ребята, еще бабушка на этой все. Ты будешь и далее так меня заневажать и ненавидеть? Ты будешь так себя вести по отношению ко мне? За что, Дана? За что ты себя ведешь? Что я тебе сделала плохого? Что я тебе сделала плохого? Отповедай мне на это вопрос. Бабушку довели до истерики. Тебе придется рухаться. Тебе придется это делать. Держится рухаться. Мужика, ленивая, ребенок. Что-то бабушке мне жалко стало. Вставай, я сказала. Бабушка, в общем-то, решила тоже влезть в этот конфликт. Помнишь, как я приходила к тебе? Помнишь, как я приходила к тебе? Мама, что ты меня дуже опекаешь. Мама, ты меня очень опекаешь, я знаю. Ты меня опекаешь, а контролируешь. Ты контролировала меня. А, то есть все-таки мамаша ее контролировала. Ну, сколько мы смотрим проектов? Яблонят, яблоньки, недалеко падает. Просто. Ну, сколько мы, ребята, смотрим проектов? А вот яблоньки, ну, сколько мы, ребята, смотрим проектов? Яблоньки, яблоньки, недалеко падает. Ну, триндец. То есть, получается, бабушка контролировала нашу мамашу. И мамаша, в общем-то, задалбивает свою дочь. А дочка вообще какой-то овощ. Ты на меня обижалась? У нас тоже были скандалы, потому что... Отличить не ее я сама даю себе. Мне контролировать не надо. То есть мамаша сейчас ведет себя примерно так же, как и ведет с ее дочкой по отношению к ней. Мама, это все неконструктивно. Ты, что ты говоришь. Ну, так что? Ну, так что? Как позволять ей лежать на диване? Она пролежала два месяца. Два месяца лежит на диване, ничего не делает. Входи дальше лежит. Что делать дальше? Что делать дальше? Проходит время еще немного, и мамаша пытается снова поднять нашу Дану с постели. Ты будешь там жить? Я сюда и на той доме. Да. Дан, сделай какую-нибудь полезную справу. Я не могу. Сделай полезное дело. Чему это ты не можешь? Я сплю. Треба прибрати верхнему сан-бузлею. Иди убери в верхнем туалете. Дана, это означает игнор? Да. Видно, что она, знаете, тупо вымачивает у мамы, то есть она ее провоцирует, она достает ее, а потом... И снова она, в общем-то, спряталась в своей комнате. Ну, честно, тяжелый случай. Что-то мне, ребят, подсказывают, что наша семья не изменится. Вот честно вам скажу. Вот не изменится семейка. Не вижу никаких предпосылов на изменения. Вообще нет никаких изменений. Вообще. Хоть чуть-чуть. Можешь молчать и далее. Да, она была моему двери, врешті-решті. Мы сейчас выломаем двери? Я тебя прошу поговорити со мной. Поговори со мной. Оскільки мы вымушены жити под одним дахом, то мы маємо якось с тобой спередаться. Так как мы должны жить под одной крышей, мы должны с тобой общаться. Нет, Дан, мне не влаштово. Мы с тобой так общаемся. Да, почему же? Меня такое общение не устраивает. Нет, столько лет не влаштовала. Да ты что? Ей все время тоже не нравилось. Что, снова врешь? Я тогда попрошу ломать двери. Я тогда попрошу ломать двери. А у меня не залишается ничего выхода. А у меня выбора другого и нету. И кто будет ломать дверь? Или чем? Как бы мама шо не смогла решить проблему, но она говорит, окей, сейчас все сделаем. Кто? Добрый день. Добрый день. Вы серьезно? Добрый день. Дверь снять. Попробуем, посмотрим, в каком на расстоянии. Вот эта дверь, она подперта с той стороны. Но мужик, в общем-то, в первую очередь решил поговорить с девочкой и попытаться ее уговорить. Может, вы откроете все-таки? Жалко сломать, хорошая дверь. Давайте поговорим, может быть, что-нибудь все-таки решим. Все вопросы как-то решаются. Это же легче, чем вот так вот запираться. Давайте сделаем так. Кроме меня к вам больше никто не зайдет. А ты тут еще и съемочная группа завалила. Ну, одни, типа, отремонтировать, для этого их надо снять. Я просто приехал помочь, чисто помочь. А вот с вами случай, это так не хотелось бы. И не хочется попадать в конфликтные ситуации. У вас, я надеюсь, что все будет нормально и все хорошо. Но только надо успокоиться, хорошо? И не надо запираться. Не люблю, когда ссорятся. Пойдемте. Ну, давайте эти двери в любом случае снимаем. Эти? Эти, да. То есть девочка поняла, что мама настроена радикально и нужно общаться. Че ты молчишь? Я тебя чекаю. Че ты молчишь теперь? Че ты, пока ты починешь говорить? Говори ко мне теперь, давай. Да, надо че я вышла? Да, че я вышла? Просто смотреть на тебя? Я тебя видеть не хочу. Ну, я, когда ты себе являешься жить. Как ты приставишься дальше жить? То есть у тебе все нормально. У тебя за голову не все нормально. Просто двери створены для того, чтобы ними закрываться. Так на х***й ты их снимаешь? Верили для того, чтобы закрывать. Для того, чтобы меня делать. Для того, чтобы я… Чтоб ты не закрывалась. Чтобы ты разговаривала. Для того, чтобы были. Ты хочешь меня змусить? Ты хочешь меня заставить? Да? Ну, змушай. Ну, давай. Заставляй. Так что я буду мовчать? Выбирай. Все, я мовчу. что я молчу нас я правила треба на приклад готова то есть у нас есть правило готовить еду не ты истины выдашь ты кушать не будешь да давай вы значилось а вот и живешь с нами и уважаешь меня либо ты не живешь с нами и делаешь что ты можешь ко мне претензии говори я не могу при тобе будет придатком разумеешь я кого выкористовывать и для того чтобы не могу быть такой что не будешь не использовать кошелек ну что ребят дверьку в общем-то сняли и теперь начинает она протестовать дальше богдана молчит я хотела тебе сказать одну вещь я хотела тебе сказать одну вещь можешь открыть одеяло на меня посмотреть не хочу почути ты меня можешь услышать меня можешь дана ты можешь якось отреагувати чтоб я знала ты можешь как-то отреагировать тебе и ты не могу тебе некуда идти жить и тебе не мая д и жить тебе негде и с кем кроме меня мы в одни связи мы с тобой в одной связи это на необитаемом острове и нам треба навчитесь между собой спілкуваться нам нужно с тобой учиться между собой общаться нет на другого выхода ты понимаешь как нам все-таки жить враховывая как нам все-таки жить враховывая ты есть для себя и для инших а чападен раз на четыре дни приготовить хотя бы еду раз четыре дня выходит из своей кимнаты не закрывали с комнаты это возможно нет хотела бы я побачить я была прожила хотела бы ведь вы прожили вы без меня когда ты умрешь ой бля дурочка ты дурочкой шо ж ты ляпаешь знаете вот честно вот не люблю таких людей которые там у тебя своим родным каждый ты умрешь не понимаешь что ты ляпаешь потому что когда-то произойдет и потом бы наверное готов будешь все отдали того чтобы это никак не случилось не надеетесь до матери очень неприятно слышать капец ужасный ребенок ну опять мамаша до паника истерика и снова бухать на все в себе держит на самом деле вот она особо не кричит она так стараться более спокойно общаться но все держит себе но на пиво пьет из кашу набухает она пьет пиво это не водка не вино это обычное пиво ну что ребят закончилась неделя где не выполнялись особо никакие правила сейчас встретимся в студии олеся мария теодоровна здравствуйте здравствуйте дмитрий как прошла неделя не сложно мария теодоровна я рад что вы присоединились к нам на ваш взгляд есть проблема в семье у олеся с детьми проблема то что вы не дозволяли себе дещо то что не дозволено в семье понимаете в чем проблема этой недели что вы все начали но ничего не довели до конца ну если вы так что вы так не считаете нет я считаю что начало было сделано что изменилось в вашей семье слишком много не получил я с этим не согласна чем же мама плохая вы взяли на себя обязанность растить этих детей ну да это тяжело более того я скажу что быть мамой это наверное самая сложная профессия и проблема в том что вы сейчас снимаете себя ответственность вы виноваты в том что ваши дети так к вам относятся вы их вынудили так к вам относиться а ваша дочь благодаря вам ночами сидит в интернете а потом утром не может встать на зарядку а теперь вы говорите я тут ни при чем пускай они тоже принимают в этом участие они дети у вас вот такой менторский посыл вы с ней разговариваете как педагог но даже говорила что он общается вот как учитель с учеником знаете вот чуть но один к одному не как мама с дочкой а реально как учитель с учеником а вы же мама ну а как подростки во время переходного возраста реагируют на педагогов которые их получают они пытаются с ними конкурировать мол на сами умные мы сами знают да давайте пригласим детей и ознакомимся с новыми правил здравствуй привет здрасте здрасте ну что как прошла неделя отлично нормально отлично нормально версия лоха прекрасно это прекрасно прекрасно да какие правила не получилось выполнить все компьютер сверх нормы никто не использовал да не использовал контра страйк никто не играл так не я играл час он час играл свой я даже сегодня так мы даже меньше чем час на некоторые дни пропускали да ну вообще герои просто все это время которое вы пропускали пошло в зачет богдане который этом с айпадом посиделось путь в интернете давайте правило новых них не выполняете да побыстрее цена понимаешь ли ты ради чего все эти правила нет вот эти вот правила не для того чтобы там лишить вас интернета запретить вам сладости а для того чтобы у вас появилась культура питания и культура взаимоотношений в семье я считаю что то ради чего эти правила затевались ну этого не произошло для тебя суть отношений с мамой стала более понятно нет отношений по моему нет отношений с мамой почему потому что это не нужно никому из нас алиса почему так получается просто это эпатаж и не более того вот нет знаете у вас безусловно эпатажная дочь но я больше чем уверен что сейчас она не эпатировала вы очень так осуждающие относитесь к тому что не совпадает с вашим представлением о что да я ну вот видите он тоже мировые это гипотировал олесе мамаша думать ты чё сынок ты чё против меня или всё больше ты мой нелюбимый сын об этом говорит и остальное смотрите как она по глазам нами съедает ну наверное она сделала татуировку и я промолчала вторую промолчала и я сильно осуждаю я считаю что если я промолчала то это уже как минимум не является осуждением вы сейчас возмущены и злитесь правда ведь на кого вот она сейчас меня обвиняет понимаете а я считаю что это классика можно я скажу да она сказала я не обвиняю я же не я не обвиняю да на самом деле вас никто ни в чем не обвинял ваша дочь просто высказала свое видение этого вопроса надо относиться к дядям иначе они тоже должны что-то отдавать родителям а не только получать но к сожалению а детей этого нельзя требовать от них можно требовать чтобы она помыла посуду ну или он это можно требовать но нельзя требовать любви доверия уважения понимаете да и вы можете слушать чем то будет она мыть полы у вас в доме или не будет понимаем то что было раньше это нужно оставить до согласно забыть об этом еще не поменяется упрекать в этом перестать думать что они вам что-то должны потому что вы видите ли выложились и начать все заново совершенно верно иначе иначе но иначе не с таким выражением лица извините но извините но на такое выражение лица вы получите ту реакцию которую вы получали ранее да значит оказывается когда им даешь все получаешь такую реакцию и когда мне даже ничего получать алисаму ряд не важно что вы давали важно то что они могли взять они не взяли ничего кроме одежды еды и хорошего дома я понимаю что вам неприятно это слышать но вы просто спросите у своих детей хорошо давайте я спрошу и давайте то есть не колы вид меня не бачу любовь остатка это не вопрос где вы хотите узнать ответ это вопрос где вы хотите чтобы он сказал то что вам нужно да 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 давайте сделаем техническую перерывы можно сразу первое правило что происходит ничего все хорошо ну я же вижу все отлично прекрасно говорить не хочу ни с кем говорить заберите у меня этих детей пусть хоть один человек в этой жизни позаботиться хоть на один процент столько сколько я их забочусь пусть им будет лучше в другом месте и не взяли ничего кроме одежды еды и хорошего дома давайте сделаем техническую а я думаю что что мама и шла в этот проект и думала что выглядеть будет неправильно только мы а сейчас выглядит неправильно она мои силы закончились силы они не бесконечны пусть издеваются поживут как хотят пусть делают все что хотят реально она за собой не видит свои ошибки я не спорю что дети не идеальны но она считает что она самая идеальная и в ней проблем никаких нет себе другого папу бабушек дедушек кого угодно смотрите вы сейчас горяча живут пусть делают что хотят дети привыкли вы не хотели видеть ничего другого мнения вы не хотели слышать ничего того что расходится с вашим представлением о семье и о жизни эта проблема и даже сейчас когда ваши дети вам об этом говорят вы все равно их за это пытаетесь наказать неужели я им любовь не не давала заботы не давала не бегала не носилась не лечила не вначале не спала боже мой что же тогда любовь что любовь это желание детей позаботиться о матери если это есть значит есть любовь если так что точно нет да к сожалению любовь меряется не подарками деньгами кто любит а поведением того кого любят это значит что он эту любовь почувствовал и может вернуть ее ответить тем же какие вы выводы из этого сделаете ну наверное все таки решать вам но никогда не поздно до любить и вы либо скажете ну что ж я не буду делать вторую попытку либо сейчас встанете и мы продолжим мама вам точно не чужой человек и несмотря на то что в этой ситуации вы правы есть мне сейчас тяжело это проживать я бы хотел чтобы вы к этому отнеслись с пониманием хорошо итак готовы услышать новое правило правило первое оторваться от комфорта поход олеся дано вы отправляетесь жить в лес где научно существовать за счет тех ресурсов которые есть вокруг да придется добывать себе пищу готовить ее не важно что делать важно с кем но я наверное даже не рассчитываю на то что вы там начнете жить душа в душу но я просто хочу чтобы между вами появился нормальный диалог мне кажется если вы сможете что-то изменить в своем отношении друг другу выиграют от этого все правило второе открытое сердце богдана это правило для тебя только да у тебя будет подопечный о котором тебе нужно будет позаботиться собака это человек или что боже вы так не жалеете здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил а я вас жду через неделю если все будет хорошо всего доброго интересное правило будет подопечный подопечный ну что ребят новая неделя начинается с того что вступает новое правило где несколько дней мама и дочка должны будут жить далеко вообще от цивилизации дано да что опять дверь появилась рюкзаки и сняли дверь то вернули дверь ну добра выйдешь побачишь мама в общем-то собирается сама потому что богдана помогать вообще ничего не хочет ну что все-таки нашу маму с дочкой отправили вообще неизвестно куда но не знаю только одно что им придется провести очень много времени вместе ну в общем-то прибыли они на место и встречает очень обычный человек добрый день здравствуйте здравствуйте подвольте представиться у меня стиль василистый пахнет очень приятно это что за магу лица богдана очень приятно а василь сирок художник ему 54 года уласьвин жив и працевал у москви а в расстане 18 роков он мешкает у лисе пиджитомаров 18 лет живет в лесу по людей очень хорошо а зимой как и на пятки что за порнография в життя пана василя будьте у гармонии с природой слушайте красиво рисуют а ребята кажется больно на голову дядька дня а фиг там стик рисуют а а наушники 15-ти ричный степан даты муфей два сына 24 года и тоже живу там же она что же позвольте вас пригласить то есть он не сам он еще не из два сына жены понятном часа как бы нету они все живут в лесу 18 лет офигеть поместье я могу вам помочь реально маули какой-то спасибо пока нет и вот в этих условиях наша мама с дочкой должны провести несколько дней круто если вы хотите снимите рюкзаки но мы уже прибыли давайте вы нам покажете какую-то общую экскурсию да это все наши труды угощайтесь виноград кажется сладкий в этом году он созрел раньше прошу спасибо понятно это летняя кухня у нас сверху мастерская ну а там дальше вот смотрите но на удивление в общем-то и у мамы и дочки первые впечатления очень положительные такое чувство что мама вообще забыла с какой целью вообще нас туда приехала и на просто-напросто забывает про дочку но она начинает грустить олеся с цикавистью розглядая оселью василя жінка багато подорожую проте в таком месте вона вперше а у вас тут электричество есть я так понимаю нету 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 захопившись спілкуванием с господарями жінка и не помечает что зараз дана сидит зовсім сама а девочка хрустить ну вот я купаюсь и зимой и летом и как прямо вот я с позволения окунусь да хотя бы думал что сон при ней еще и трусы с ними то думал это будет весело так где вы живете вот в этом домике в нашем разумении дом дом это вот это вот я принесу березовый сон спасибо но в общем-то дядька замечает что дочка с мамой находится друг от друга очень далеко и он предлагает им обустроить для себя место для ночлега значит так чтобы вам было комфортно спать там я вам предлагаю выстелить сено ну мама в общем то согласилась то все делать ну а девочка как всегда ничего не хочет будем участвовать ну все же на просьбу нашего дяди маули девочка согласна хоть как-то чуть-чуть помочь проте матерна че не реагуя ну мама не реагирует все вставляемся секундочку секундочку все вставили есть все просто гагра да спасибо огромное час готуватый снеданок идем тогда разжигать костер завтра готовить тут питание чё пары ты гречку рис речка рис цены будет и тут в общем-то девочка опять начинает игнорировать все просьбы а мама думает ну и хрен с тобой не было больше тебя звать не хочу если честно трогать и не хочу лезть ее душ если она сочтет нужным открыться присоединиться к нам я думаю это будет здорово я согласен не сделает я не буду ее насиловать ну наш дядя маули видит что отношения между мамой и дочкой ну мягко говоря плохие он пытается в общем то с ними поговорить да она я хотел тебе предложить позавтракать не спасибо позития да она говорила что подойдет вам наверно надо я уже с ней разговариваю хочу своих детей не насиловать ну есть бытовые вещи которые но нельзя вот степан не даст соврать туши нет я знаю что без без еды он не проживет но при этом я его очень люблю но и надо найти мужество сказать что я люблю это мы наказывать мы все гораздо и и там что-то а вот сказать что я тебя люблю это пожалуй сложнее сделать но мама не подошла разговаривать с дочкой она не хочет а наша дана тоже из принципа не идет кушать хотя точно очень хочет я произнесу этот молитву славим богов родных за пищу насущную которая дает творить нам дела светлые просим богов родных еду осветить и предков светлых ей угостить слава родным богам но девочка в общем то нашла что покушать она увидела огород нашего дяди мауле думать все помидоры щас поварую но мужичок все-таки решил постараться наладить отношения между мамой и дочкой посмотрю что у нее получится у меня есть эскизы разные и мы с тобой просмотрим эскизы наверно за лет десять то у меня папка такая есть добрый да девчина захопляется мистецтвом та дизайном она любит рисовать запрошеннелесно посмотрите это покажу рисунки на разную тему есть такая тяга для меня это когда есть семья в пространстве где есть любовь это мой тоже дневник в рисунках дневник моих чувств моих переживаний у него такой взгляд вот цепляет но смысле смотришь на лицо знаете он очень 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 умный я беру вот сделал рисунок урок краску которая у меня вот в тюбиках это для смазки швейных машин я придумал запах так получается что у дяди маули получается с девочкой найти общий язык очень происходило вообще с мамой мужичок в общем-то поговорил с девочкой наступил вечер и он решил все-таки более откровенно поговорить и с мамой красная дочь очень очень тонкая она реагирует вот на каждое мое слово я это замечаю я это чувствую если мы берем на себя миссию управлять кем-то то мы должны понимать что это есть обратная сторона медали что этот человек обязательно станет на позицию управления нами но и вот любовь она объединяет и служит и бальзамом и нашей энергии любовь это же самопожертвование спать ну чё наступает ребята новый день но пока что как и раньше мама и дочка держаться друг от друга подальше а пан василь продолжает заохочевать девчину до разных справ так ты поможешь он ее в общем-то пытается в чем-то завлечь смотри а вот она это мята есть же еще мята мелиса а ты знаешь что означает мелиса такая интересная штука а нет дела дэна спокойно спелкуется с новым знакомым дана в общем-то спокойно общается с мужичком а вот это мама все замечает думает черт какого хрена она-то со мной не общается дана что случилось и дана ребята как всегда берет и игнорирует просьбу мамы ну назло все делает согласитесь и вот такое поведение слова наш мама не выдержит потому что ее обида просто давит естественное с моей стороны сейчас поведение это ее не трогать ну не будет сейчас никакого то есть я я не вижу никакого ни выхода ни движения у нее нет в этом потребности она не хочет она хочет быть самостоятельно мне кажется не надо дать то что она сейчас хочет и не навязывать есть себя если я и в данный момент не нужно я считаю что можно жить других отношений если для этого нужно расстояние значит будет расстояние мужичок замечает что вообще состояние очень хреновым пытается успокоить нашу маму потому что ну вообще реально ничего не меняется не совсем понимаю что происходит все что я могла сделать я сделала слушайте что я еще должна сделать на голову встать ну что я еще должна сделать как я должна общаться ну как мама с дочкой должны были побыть там три дня но мама еле выдержала вообще один день она вообще хочет уже оттуда уехать домой позвольте я вас обниму испытания реально не выполняются просто вот мне в общем приятно всего доброго ну и всяческих успехов наша мама начала собирать вещи даже не смотрела в сторону дочки а девочка даже не знал как себя вести она наверно чем-то обиделась на меня потому что просто так она ну блин наверно чем-то обиделась то не наказать или ну что я сделала ничего то не сделала честно мама даже не попрощалась дочкой она сама поехала домой ой тяжелая семейка ребята но честно что девочка сама же берет и начинает конфликтовать сама же все вот в штыки воспринимает мама ее просит сразу же не выполняет она хочет нормальные отношения мама тоже да по-своему как бы не мама она такая вот очень очень жесткая очень непонятно и вот вообще-то как бы ужас наступил следующий день девочку тут ночевала как бы сама она поняла что здесь смысла делать нету и она решила вернуться обратно домой ну-ка вы понимаете без айпада без интернета без электричества жить тяжело ли тоже я я сваливаю то ждали не мое сенсу тут жалышат ищи тоже на славу тебе у нас понравилось да очень все а дома сейчас тут веселье ну что девочка вернулась домой а наша мама как бы не собирается ее встречать вот на ваших глазах просто вот человек одеяло знаете вот есть разные супер герои вот человек одеяло который все время ходит с одеялом мама в общем-то думает ах ты вот так себя ведешь и она больше сцепляться по разным поводу дано я беде до пизниши пиде ты будь ласка прибери тут от 5 то же самое ты долго будешь от себя вот идёт особо корчит и нихрена не делаешь ничего не делаешь ты одна ничего не делаешь я в жизни ничего не делаешь я в жизни ничего не делаешь но мама в общем-то не особо пытается поговорить с дочкой она просто начинает ребята бомбить ей нужна вот какая-то зацепка чтобы начать кричать чтобы типа ну ты же сама ее провоцируешь блин когда человек кричит на другого он же негативные эмоции выплескивает ай блин у нас это коси типа такая вся умная хотя честно вот эта девочка тоже еще тот подарок она тоже сама провоцирует я думаю вы согласны со мной то я смотрел предыдущей серии всегда в основе эта девочка тоже ведет провокацию у мамаши конечно разговор не как с дочерью как как педагог с учеником но девочка тоже не подарок просто жить в одном доме невозможно просто невозможно для меня во всяком случае я вот в том виде в котором мы сейчас живем я жить не могу все и как бы очень маму сильно душит обида и она зовет свою дочь на разговор всегда я хочу с тобой поговорить про что давай говорить с тобой так как ты себя поводишь так как ты себя ведешь я не могу так жить в таких условиях за последние дни ты мне не сказала жодной нормальной фразы за последние дни нормальной фразы ты мне не сказала ты всей своей поведением демонстрируешь мне чтобы я готова сносить четыре стороны я что ты это так спринимаешь если так это воспринимаешь ты издевайся надо мной извини меня пожалуйста так лучше так лучше ой какой ужас ребята она меркантинная ты хочешь жить отдельно и это сразу как бы на дурочку косит ты же так достаешь мальчика она ужасная чё ты мамаша тоже взял и выперло ее нахрен с хаты потому что она села на голову серьезно говорю ребенок просто эгоист срет на всех наплевать на каждого не умеет никого уважения выпери ее с квартиры если есть куда спереть выпери тебе же деньги есть сними квартиру хай сама себе заботится ну ужас какой то ну не ребенок а какой то паразит ты не правы игноровать реально паразит сначала издевается потом на дурочку косит и тут в общем то у девочки жопа замомбила думает как же так меня что могут выгнать пойду наверно с мамочкой поговорю чё ты приперлась человек для одеяла что почему ты вважала что это хаос когда я сверху была что в каждой ответ на любые мои вопросы на любые мои фразы на протязи трех дней ты меня не просто посылала на все четыре слова на все мои вопросы ответили ты все время меня посылала ты ничего не отвечала ты всем своим видом всеми своими словами ты посылала меня так далеко я это воспринял как маты я не посылала тебя это спектакль это спектакль что я делаю еще не так она как будто не знает да ты со мной вообще не разговариваешь с человеком ты закрываешь передо мной двери ты закрываешь передо мной двери ты делаешь то что ты хочешь ты запрещаешь ходить в свою комнату ты запрещаешь ходить в свою комнату я наближаюсь до тебя ты кричишь я все что ты хочешь ты орешь как больная когда любые вопросы любые вопросы я за них до тебя не звертаюсь я боюсь я вообще к тебе не обращаюсь я боюсь я все эти рази отримала голову что я боюсь я засвоила все я поняла все что ты ненавидишь что ты ненавидишь я это все поняла что ты не мстишь что ты не мстишь ты меня имеешь ты меня имеешь ты цинично пользуешься мною просто я тебе нужна я тебе нужна только для денег мне маму не жалко что мне должно быть ее жалко это мне тоже показалось ты можешь мне объяснить что тебе не нравится что это за театр объясни мне абсолютно цинично просто я не мстишь я не мстишь ты не мстишь я не мде ты мстила меня на день рождения ти мстила на день рождения я тебе правду сказала прямо я тебе мщу да я тебя мщу я тебе не мщу а потом они говорят да я тебе мщу ну что за боже мой дайте оскар мне нет Оскара что ты тоже там не подскlling успешно ты не Aravalia да Как это комментировать? А ведь не поздоровала. Ты не поздравила меня с днём рождения. Я больше не могу. Я больше не могу. Честно, ребят, ну это похоже на какой-то театр. То есть, знаете, Дом 2 просто нервно курит в сторонке. То есть, это божий знак такомментировать. Она услышала и сказала, да, плювай от меня. Это день, когда я тебя народила, это моя, разумеешь? Моя заслуга! Моя заслуга, что я тебя вродила. Ты не знаешь этого. Никто не знает этого в этом мире. Как я тебя родила. Я думал, что человек плач не вернётся. Какой человек плач? Человек-одеяло. Нет, наш супергерой вместе с нами. Ну вот, в общем-то, и поговорили, ребята. Стало всё намного лучше, как вы заметили. Я тебе хотела запропоновать волю и свободу. У тебя я папа, я две бабушки и один дедушка. И я вольная квартира. И на все четыре схода. А, свободная квартира есть. Или вали отсюда. Или вали. Всё. Пошла вон. И, в общем-то, наша Богдана-одеяло всю ночь не могла успокоиться. Наступает, ребята, новый день. И человек-одеяло снова проснулась. И идёт к маме просить о помощи. Сьогодні на руці дівчины з'явилися нові порези, которые в родине принято не обговорювати. Капец, сама себя порезала руку и идёт к маме. Ну, Боже, ну, ну... Ну, нет слов просто. В такий способ дано часто вгамовая біль після сіноїна скандаля. Вот якщо його не звернеш, нормально бінт. Потім неможливо бінтувати. Ну, бачиш... Как привлечь внимание мамы? Пойду себе вены вскрою. Мам, помоги тебе, пожалуйста. А зачем ты сделала? Я не знаю, скучно. Мне хотелось, чтобы ты мне руку перемотала. Боже мой. Зачем, вы думаете, эта девочка всё сделала? Скорее всего, из-за того, что мама вообще-то хотела ребёнка сплавить с квартиры. Что она сказала, что всё, теперь ты валишь на четыре стороны. Она думает, сейчас я так вот постараюсь маме в общем-то... Ой, ты мамулечка, перемотай мне рученьку. Но мама не будет мне от своего решения. Она помнит то, что было вчера, говорит, всё, по-другому будет. Достаточно обоснований для того, чтобы иметь более реальное представление о жизни, заботиться о себе самостоятельно. На это налагает большее количество ответственности и, соответственно, требует от человека какую-то занимать какую-то жизненную позицию. Что, реально сплавим её? Переезжаем, что ты спрашиваешь? Взяла и выкинула вещи. Ты уже не можешь дочекаться, когда ты от меня сбудешься? Да, не можешь дожатся, когда ты от меня избавишься? Конечно. Ты же достала, мать, сама тоже. Ну так давай, так, собирайся. Давай, давай, вали. Чуешь? Да. Ну все, складай, то ты поехала. Девочка поняла, что спорить нет смысла, потому что всё будет, как скажет мама. Ну и правильно мама делать, скажу честно, поддерживаю. Потому что на голову села, ещё только не насрала. Хотя, может, насрала, просто мы её не видели. Девочка, ты бачила? Хочешь сюда, давай сюда. Потому что эгоист девка. Вот. Может, хотя бы поймёшь, что тебя нужно по-другому вести. Я не думаю, что ей будет некомфортно жить одной. Я думаю, что ей будет комфортно. Именно этого я и добиваюсь. То есть того, чтобы она научилась организации своего быта таким образом, как, извините, его ведут все другие люди. Всё, пока. Чё, нормальную квартиру ещё дали? Смотрите. С ремонтиком так, ну, не прямо там всё пошарпанное. На тебе целая хата. Ну чё, ребята, закончилась ещё одна неделя. Будем сейчас подводить итоги. Итак. Здравствуйте, Олеся. Здравствуйте. Как прошла неделя? Хорошо, замечательно. Какой опыт получили? Лесной. Встреча с лесным человеком. Насколько мне известно, уехали вы оттуда, так сказать, скоропостижно. Я не могу сидеть на месте, когда нечем заниматься. Вот и всё. А дочь? Не знаю, для неё это нормальное состояние, для меня нет. Нет, я к тому, что заниматься с дочерью, это же можно наполнять вождение? А что с ней заниматься? Она взрослый человек. Когда она переехала, ну то есть, когда вот пришло понимание того, что мы должны жить раздельно, отношения стали меняться. Вы становитесь с детьми ближе именно тогда, когда они от вас уходят. Мне кажется, что люди должны скучать друг о друге. Когда я возвращаюсь домой, я уже по дороге домой скучаю о своём сыне. Мне для этого не надо его отселять куда-нибудь. Вот на мой взгляд, замечательные отношения там с мамой, с мудрым человеком, с кем угодно. Вот к мудрецу обращаются когда? Когда вам нужна помощь. Правильно? Мудрец к маме. То есть вы считаете, что дети присытились с вами? Я считаю, что сейчас, да, вот наших взаимоотношений было слишком много. Сейчас Дана уехала, а вот теперь Дана, она взрослая, она сама. Я не контролирую, когда она ложится спать, делает уроки, не делает уроки. То есть совершенно вот деловые, нормальные, то есть мы уже не обсуждаем какие-то там наши взаимоотношения, мы живём нормальной жизнью. Просто смотрите, вот есть определённый уровень решений, к которым дети не готовы. Я осознаю. Достаточно взрослый человек, чтобы понимать о тех трудностях, с которыми она может, и искушениями, с которыми она может столкнуться. Ну, не знаю, я всё-таки тут маму поддерживаю, в плане того, что она её отправила. Я не поддерживаю, возможно, манеру общения с ребёнком, вот воспитания и так далее. Но видно, да, что девочка тоже не хочет меняться, она садится на голову. И это, я считаю, очень даже неплохое решение было. Поживи сама. Возможно, она сама до этого дойдёт, что нужно родных уважать. Но не менее, это её опыт, это её жизнь. И если даже там будут какие-то ошибки, какие-то шишки она себе набьёт, я считаю, они будут полезны. Считаете, она готова к этому? Я считаю, что это ей позволит быстрее расти как личности. В самостоятельности. Вы знаете, я соглашусь с вами только в одном. Переезд для Даны – это опыт, который в её жизни должен произойти. Я что сказал? Как она сама с этим справится, покажет время. Давайте пригласим Богдан и узнаем последние правила для вашей семьи. Ага, всё, последняя неделя, да? Девка рада? Привет. Здравствуйте. Как прошла последняя неделя? Замечательно. У неё всегда всё замечательно. Сколько мы смотрим, когда полная жопа, замечательно. Было замечательно у неё. Всё. Я знаю, что ты переехала в свою собственную квартиру. Ты готова жить самостоятельно? Да. Это начало большого пути. Не происходит же всё мгновенно потом. Я вот сейчас точно не знаю, чем это вернётся для вашей дочери. В любом случае, я с вами соглашусь, что это её опыт, который она должна пройти. Начнёт там пати устраивать и бухать. Какие деньги выделяете дочери? Мы договорились, что она будет получать тысячу гривен в месяц на питание. По 30 гривен в день где-то. Ты согласна жить отдельно? Попробовать? Да. Да? А согласна зарабатывать себе на жизнь? Ведь, насколько я понимаю, тысячу гривен это будет на еду, коммунальные услуги вы будете оплачивать, и, соответственно, одежду тоже будете покупать. А если она вот эту тысячу гривен потратит в первую же неделю? Ну как? Можно схитрить, можно пойти к бабушке там поужинать. С голоду не умрёт? Думаешь, что нет? Ну что ж, на этой неделе, последней неделе, у вас будут всего лишь два правила. Они поняли, что уже как бы старшего ребёнка и младшего приглашать нет смысла. У нас проблемы, в общем-то, вот с дочкой и с мамой. Правило первое. Алла Верды. Знаешь, что обозначает это слово? А. Это слово значит... Пока ещё Карпачёв не сказал, что значит это слово. Кто знает, напишите в комментариях. Честно, я не знаю. Алла Верды или Алла Верды. Что это? Кто сейчас умный? Проверим ваше знание. Честно, я не знаю. У кого есть какие догадки? Написали? Ответное действие в знак благодарности. Попробуйте организовать друг для друга какой-то вот приятный праздник. Ну, только главное, чтобы это событие принесло удовольствие не только тому, кому вы это будете организовывать, но и вам самим. Правило второе. Стильный практикум. Насколько мне известно, тебе нравится индустрия моды. Я бы хотел, чтобы ты на этой неделе попробовала себя в роли ассистента или помощника фэшн-редактора. Тебе нужно будет помогать редактору придумывать и организовывать фотосессии. И, если ты сможешь, у тебя будет возможность написать материал для известного глянцевого журнала. Ого! Здесь вы найдете более подробные инструкции о соблюдении этих правил. И все? То есть, ну, так, знаете, финальное правило, когда, типа, все переходит вообще к идеалу, что все у них хорошо, но что-то хорошее не особо-то пахнет. Ну, а я вас жду через неделю. Надеюсь, чему-то, кого-то. Отношения же не наладились. Всего доброго. Всего доброго. Как была жопа, так и осталась. Только теперь девочка живет отдельно. Что-то изменилось за все эти выпуски? Нет? Да. Тяжелая семья. Ну что, ребят, наступает третья неделя проекта и, как раз так получилось, что это начало учебного года. Ты бы начистый петюбляху оставь. Я и сам начишу. Я разумею, что ты думаешь. Я буду чистой? Да. Анечка, бык одеты. Для мамы сегодня очень важный день, потому что она собирает своих детей в учебное заведение. Вот. Да, я там. Пошел. Остап повертается до Суворовского училища. Суворовское училище. Все. А Паша, я когда-то и заплановала, ведь теперь навчатым... А Паша тоже пошел к кадетам. Маленький солдатик. Ну, мама теперь спокойна, потому что, как бы говорится, в военных условиях дисциплина ее мальчиков будет под полным контролем. Ну, а давайте вернемся к нашей Богдане. Она, в общем-то, обустраивает свое новое жилье. Как бы раньше маме вообще не удавалось заставить ребенка поднять свою задницу, хоть что-то поубирать. А тут, как бы, когда мамы рядом нету, она понимает, что есть там жить, то она берет все, убирает. Сама. Ну, не жижей в сраче. То есть, когда хочет, может. По-труху девчина с ВК еду на вожжике. Нормальная квартирка, согласитесь. Дальше наша девочка, в общем-то, отправляется в колледж. Она там давно не видела с подругами целое лето. Ну, учеба. А, нашли бы дизайнер, да, там. Ну, здесь все-таки одно правило, на которое девочка согласилась за весь проект. Единственное. Это, в общем-то, быть редактором очень крутого журнала. За весь проект это вот одно правило. Все. Богдана, познакомься. Это наш главный редактор журнала Pink. Ульяна Бойко. Здравствуйте. Популярный журнал, хочу вам сказать. Я вас оставлю. Здравствуйте. Богдана, расскажите немного о себе. Мне 16 лет. Я училась в ТМТД. На дизайнера костюмов. Все. Но вот то, что касается современной моды, хотели бы вы работать в этой сфере? Или где, может быть, вы уже себя видите? Я хочу быть журналистом. В принципе, журналистика, она не ограничивает вас ни в чем. Но, с другой стороны, вы должны очень четко и конкретно понимать, чем вы хотите заниматься. Я хочу, чтобы у вас после посещения редакции осталось понимание того, что любая работа, она требует колоссальных человеческих вложений. Идем? А, подготовка к фотосессии, да? Ну, как бы ее первое задание, это все-таки помочь в фотосессии девочкам. Всем нравится. Посмотри, что мы делаем сначала, это мы проклеиваем подошву обуви, по контуру подошвы прикладываешь. К тому же вот здесь вот подушку делаешь такую, садись. А зачем? Это для того, чтобы не испортить обувь? Или зачем? Ребята, тут в курсе, зачем проклеивать подошву обуви? Наверное, для того, чтобы реально не запачкать или что? Наверное, да, чтобы обувь была просто новая, а они взяли ее только для фотографий. Серьезно. В принципе, у тебя нормально получается. Сто пудов, как бы. У меня вот складывается такого впечатления, что это берется для того, чтобы обувь новая, ну, нужно в ней сфотографироваться, и чтобы она не была никакая-то потасканная, чтобы они повернули так вот подошву. А что она у вас немножко зачесанная? Поэтому у меня что-то складывается с таком нене, как вы думаете. Девчина без заперечень погоджуется выполнять любое предложение. Ну, девочка соглашается помогать. Ну, девочка, в общем-то, следит за каждым движением, и у нее вообще это огромная мечта работать в таком журнале. Держи, давай. Ты высокая, будешь поддерживать. Вот так вот, держи. Но задание для девочки не заканчивается, все только начинается. Это наш арт-директор Аня. Очень привет. Что-нибудь знаем про процесс? Нет. Значит так. Вот наша задача сейчас подобрать фотографии, пожалуй, да? А на что вообще, ну, вот вы когда работаете, обращаете внимание? В первую очередь. Настроение, композиция, динамика. Задача вообще такая, чтобы при отборе рассмотреть все варианты и по эмоциям, и по композиции. Дэна с цикавистью анализуя фото. Это странная фотка. Стемная фотка. У меня есть посыл. Какой? Динамика. Движение есть. Ну, у нее какое-то выражение лица. У нее все время выражение лица. Эмоции – это то, что делает фотографию, прежде всего. Это красиво. Красиво. Ну, если вот присмотреться, то... Руки самой не видно, и получается, что... Да, 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 да. И вот тут она есть. Непонятно, какую обрубку, куда пошел, да? Части тела. Да. Такие? Прекрасно. Ну, в общем-то, девочка выйдет в поддержку главного арт-директора, и она к тому более, что ли, менее скованно выговаривает свои какие-то мысли. Мне нравится. То, что ноги непропорциональны. Ну, хорошо. Ну, да. Ну, конечно. Ноги непропорциональны. Ну, да где же в восторге? Надо же пищать. Ну, я же смотрю на фотографию. Давай подумаем, что мы хотим дальше. Томная девушка, томная история. Это у нас будет открывающая, скорее всего. Здесь мы поставим заголовок, там брест, когда будет готов. А дальше сейчас будешь подставлять это все, верстку, своими собственными руками. Да, я малюха боюсь. А, они как бы создают журнал, я понял. Странички создают, да? Что будем делать? Не знаю. Что пишем? Ну, что ты обычно делаешь вообще? В таких ситуациях? Да. Вот на тебя нельзя давить. Тебе не интересно? Нет, мне интересно. Ну, так давай, ты даже не что-то кому-то доказывай, ты получи удовольствие просто. Придумаем заголовок. Ну, если вы мне поможете. Роль или характер? Может, у нее мужской характер, и на нее просто одели платьичко, и она печалится? Мне нравится по твоих мыслей. Окей. И возьмем как рабочий, пока заголовок мужской характер. Можешь сделать букву М гигантскую, можешь это как-то вот так вот раскрутить. Смотрите, тут у нас все вниз идут, и тут какое-то белое пятно. Мне нравится, что ты можешь это объяснить. Ну, в общем-то, девочка немножко как бы так раскрепостилась, пришла. Главное – это все оценить. Ну что, Богдан, я поздравляю. Я считаю, что это, в принципе, хороший дебют, очень достойный. Поэтому надеюсь, что вам понравилось. Да. А какое же задание ждет нашу Богдану? Девочку отправили в детский интернат. Привет. Привет. Как тебя зовут? Я сам зовут. А я Богдану. Можно сесть? Да. Что ты смотришь? Книжку. Можно я тоже посмотрю? Да. Перед нами, ребята, 9-летний мальчик, который оказался сиротой. У него нет родителей. А девочке нужно, в общем-то, как-то провести досуг этому парню. И она предлагает ему прогуляться. Поехали? Да, нет. Ну давай, не стесняйся. Ладно, пойду. Даната Руслан вырушает до кафе. В кафешечку пойдут. Ну, парень, знаете, такой вот, вот по-взрослому как-то он, да, такой вот. Ну, такой что-то он грустит. О! Такой, руки в карманы. Реально, знаете, такой вот пацан с характером. Я вам серьезно говорю. Заходи. Оп. Джентльмен в костюме. Ну, Даня, запоминающийся, малой. Даня, вези сюда. Даня, у меня артол выиграет. Давай. Так, я красный, да? Да. Да. Пахдана, в общем-то, с радостью наблюдает за мальчиком, который, в общем-то, радуется самым обычным вещам. Да, вон фишки, вон фишки, да. Кто выиграл в раунд? Пацан так и раскрепостился. Все, давай. Вон. Давай, 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 давай. Не, 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 не. А, просто. Е-е-е. Один раунд. Е-е-е. Ух ты. Е-е, что это? Не знаю. Попробуй. Ну, это малина, видишь? Мм. Вкусный. Ну, видно, малой, на самом деле, очень открытый, это очень подкупает, и Богдана тоже, в общем-то, начинает радоваться. Дальше решила Богдана, в общем-то, повезти мальчика в зоопарк. Сюда? Да, он тут. О, кенгурушки. Хлопчик уважно розглядає экзотичных тварин. Рассматривает животных. Ух ты. Е-е едят. Сейчас попробуешь. Не бойся. Это ж обычный сахар. На самом деле, Богдана очень старается заботиться о мальчике, и также радоваться любому его открытию. Оп, чертово колесо. Я боюсь. И, в общем-то, они поднялись наверх, и она поняла, что ей так же не хватало, в общем-то, таких вот эмоций, радости, поддержки. А у этого мальчика вообще ничего нету, ни семьи, никого. То ж, шаршедене не могло не открытище. Пускаемся. Скоро, чтобы он остановил. Что такое? Расплакалась. Сейчас, подойду. Хорошо? Одну секундочку, подожди. Свою рождене? Нет, я тебе просто дарю машинку. Вау. Держи. Спасибо. Не за что. Я витаю тебя в праздниках. Как ты его тут открыть? Пацан реально открыть, он очень подкупает. Я буду управлять. Столько позитивных эмоций, как сегодня, девчина не отримывала уже много роков. Спасибо тебе. Очень много позитива. Так, давай пять. Пацан доволен. Все, нормально. Все, да. Да, она офигенная вообще. Круто. Я согласен. Это вообще... Но спустя несколько дней наша Пагдана начинает думать о маме, хотя раньше она считала ее врагом. Девчина начинает скучать. И девочка, в общем-то, решила пойти на встречу с психологом, где будет ее мама, для того, чтобы как-то все-таки разруливать эту ситуацию. Здравствуйте. Здравствуйте. Какие вы красивые. И вы. Спасибо. А насколько мне известно, ты сейчас живешь отдельно. Какое у вас сейчас состояние? Все хорошо. Я не знаю, состояние облегчения, я бы сказала. То есть, гора свалилась в плеч. Все, понятно. Мамаша разрушила все, в общем-то, изменения дочери. Она думала, что сейчас мама скажет, я скучаю за ней и так далее. Тут такая, говорит, мне без нее вообще отлично. Слава тебе, Господи. Ну, какие изменения могут, ребята, быть? То есть, мама могла бы сказать, конечно, что там я там вроде скучаю, что я хочу там что-то поменять. Я хорошо, если честно. Все. Я о детях не думаю, потому что не все пристроены. То есть, пока могу взять перерыв и об этом не думать. Дана, а ты обеспокоишься о чем-нибудь? Нет. Не скучаешь? За кем? Она... Скажи честно, она скучала за мамой, да? Но после такого ответа мамы... Не захочется сказать правду, я думаю, вы тоже понимаете. За мамой? Нет. Она скучает. Да, ребенку на самом деле обидно. Да, и теперь после всего этого она пытается скрывать себя такой замазкой того, что вот, нет, все отлично со мной, хотя внутри там все просто разрывается. Я вам скажу то, что я вижу со стороны. Вы никогда не говорите о чувствах. Как только вы говорите о чувствах, у вас сразу же... Это неправда. То, что вы сейчас делаете, вы сейчас защищаетесь. Нет, от, ну как вам сказать, от несправедливости. Ну, потому что это не так, честное слово. Я не знаю, в чем вы это видите, я не знаю, откуда вы это видите. По тем, допустим, кадрам, которые я отсматриваю. Ну, понимаете, постоянно звучит в течение всего проекта, что я виновата. Она себя так ведет все время. Почему я виновата? Почему все остальные не виноваты? Никтоя, простите, все, я не хочу. Я устала, честное слово, я устала, извините. Я не хочу больше ничего. А это как бы косит на дурочку. Я не яйхата, не моя. Я листаю книжечку. Ну, на этой замечательной ноте, я думаю, мы можем закончить. Хе-хе, и отлично. А, супер. Нихрена не поменялась, стала еще даже лучше. Че она радуется, капец. Свои справжние почуття, ты, залишившись на самом деле, дает волю эмоции. А теперь плакать. Дурдоб какой-то, блин. Ну, лицемерное, знаете. Улыбаются, потом тут плачут. Да, ну, понятно, как бы, че она начала плакать, потому что она ожидала, что мама скажет, да, типа, я скучала за тобой, типа, давай меняться. А ты такая, это вообще классно без дочери. И она почувствовала себя одинокой. Наша мама, в общем-то, только думает о своем состоянии. Она не хочет думать ни о дочери, ни о чем. Ну, ребята, было одно правило Оливерды, где нужно было для дочки устроить праздник. Потому что правило такое, она же хочет показаться хорошей мамой, но и дочке нужно, как бы, для мамы устроить праздник. Посмотрим, может быть, все-таки это последнее правило, как-то наладит отношения. Но, скажу честно, сомневаюсь. Реально ничего не поменяется. Алло, Полина, добрый день. Это мама Богданы Домашевской. Есть идея сделать для Даны сюрприз. Кого еще из друзей можно пригласить? Хорошо, Поль, все, спасибо. Мама считает, что нужно загладить свою вину, потому что у девочки когда-то был день рождения, а тогда же до нее не поздравила. Ты не мстишь на день рождения? Ты даже мне не поздравила с днем рождения. Приехали друзья, да? Одноклассники. Здравствуйте, я диджей. Здравствуйте, приехал на праздник. Заходите. С праздничком вас. Спасибо. Сменинница. Спасибо. Как у вас настроение? Отличное. Супер. Заходите. Да, покажите мне, пожалуйста, площадку. Заходите, смотрите. Хорошо. Располагайте. Хорошо, спасибо. Я пошел за оборудование. Да-да-да, конечно. Спасибо. Теперь Олеся мает намер сделать все, чтобы у донки больше не было привода ей до корятки. Шашлычок. И мама на все готова, чтобы ребенку устроить праздник. Здравствуйте, здравствуйте. О, подруги пришли. Две, три. Три подруги. Готовим мясо. Мама считает, что то, что он сделал, этого достаточно для того, чтобы вернуть доверие дочери. Но посмотрим, как это все увидит и оценит Богдана. Ань, ты с ней разговаривала, но нет связи с Даной. Ты разговаривала с ней сегодня? Нет. Не было, да? То есть с самого утра сегодня ее вообще нет? Мм, понятно. Связи нет. Телефоны выключены. Так написано, что абонент снова на связи. Можно наручить. Спросите, он звонит. А можно посмотреть телефон, нет? Она онлайн. Спросите, она приедет или нет? Она вот читала, написала. Точно не там где. В смысле, это ответ? Да. Ну, в общем-то, дочка сказала, что она не приедет. Мама не хочет признать свою ошибку, что, в общем-то, девочка взяла и не приехала. Думает, что я праздник зря устраивала. Девочки, значит, гуляем вместе. День рождения моей дочери, ее нету, потом бухаем за нее. А я вас приглашаю к столу. Мы все равно будем веселиться. Девчатки не поверят, ведь такой реакции матери. А лично считает то, что логично. Ну, сели, да. Аня, дай мне салатик, спустите. Подруги пришли. Ну, что, девчонки, покушаем вкусно за день рождения Магдана. Да? Важно. Да. Куда приехать? Написала, куда приехать. То есть, еще не все потеряно, да? А мы уже как бы... Ну, так что? Мы обязательно должны ждать ее в голодном состоянии? Что мне это? Ну, что ответить? Пиши адрес. Мама говорит, написать ей, что мы веселимся. Мамаша, нахер на ты это ляпаешь? Вот она тоже специально пытается поддеть дочь. Мы веселимся, без тебя тут классно. Но ты приезжай, да? Типа, ну... Тебе нет. Что мы делаем? Ну, блин. То есть, мамаша все-таки решила отправить, как бы, ну, знаете, не сообщение такое, что, типа, давай, приезжай. Блин, у твоей дочки день рождения, хоть в этот день хотя бы прояви себя как мать. Нет, она, ребята, пишет сухое, простое сообщение. Приезжай, мы запрошуем. Приглашаем. Приезжай, мы тебя приглашаем. Ахахах, ты справедливо запрошуешь меня на мою же день рождения? Ты приглашаешь меня на мой же день рождения? Живую, бред. Да. Ну, ахахах. Хорошо. Капец. Лена Псалла. Ну, пусть быстрее ищет. Девчонки, давайте еще поедим. Да, она отказалась от такого праздника. Понимаешь, а могла веселиться? Ну, скажи, она от этого выиграла или потеряла? Скажи мне, честно. Потеряла. Девчонки, вы ее когда увидите, скажите все, что. Боже, мы на это все. Вы генете по этому поводу. А мамаша начинает что делать? Пытается вот что... Ну, девочки, смотрите, вот у тебя классно все сделала, да? Вот классно, вот она потеряла, да? Вот, видите, вот я хорошая мама. Вот что мама сейчас сделала? Это вот показывает то, что, типа, я хорошая мать, а она голимая дочь. Девочки, правильно, да? Классно, вам нравится? Вы пожрали, танцевать хотите? Видите, какая хорошая мама? Ну, так произошло, что, в общем-то, спустя время Богдана так и не приехала. Ну, а Маша не собирается, как бы, отменять праздник. При гостях жінка поводится, ніби ей все одно. Здесь все отлично. Показовую радостью, жінка приховывает свои справки почуття. Отъем, отъем, веселее, веселее. О, как весело. Все гуляют на день рождении человека, которого просто нету. Я, часто, такого еще не видел. О, дур-дур. И вот уже, как бы, гости покинули дом. Наша мама, в общем-то, как бы погружается в свои мысли. А это ходит в своей той квартире. День рождения празднует. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Дуй, дуй, что есть цены. Дуй, 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 дуй. Сердце не есть, мальчик. Правильно, правильно. Че есть, че есть? ну ребят наступает новый день и наша мама его встречает одна дети как бы мальчики учатся а богдана нету все попрошай к тебе так уж есть а дата да он пишет дам ты в дачный за мясо да ты задоволен ты благодарен за мясо ты доволен ты задоволен ну что ребята вот мы подошли к концу проекта сейчас будем подводить итоги всего что у нас было как я и говорил ничего не изменилось вот реально это чувствуется как ты видишь что не дочка не хочет идти навстречу руби в конце что-то пыталась но все равно нет мамаша тоже в общем то не хочет ничего менять она вообще была рада что вздыхалась дочь думать слава тебе господи ну подводим итоги она орлана вообще все отлично вы что проект спасибо большое что помогли избавить меня от дочери я вам очень благодарна что теперь я живу одна спасибо проекту мои отношения стали еще лучше нет детей нет проблем деле ну прошла отлично так как мы предполагали и ожидали с вами но тем не менее я считаю что позитивно и хорошо круто я изменилась изнутри изменился при этом окружающий меня мир дети изменились мое отношение я к очень многим вещам отношусь сейчас философски и терпимо скажем лояльно ну да то есть вы говорите что и вы и дети стали другими вот например павел что изменилось в нем ну не знаю он пошел кадетский лицей наверное я его не вижу более самостоятельные что изменилось в остапе он тоже там же на которого можно понадеяться и я не переживаю когда он где-то самостоятельно находятся вне дома хорошо а если говорить о да не именно с ней у вас возникали самые большие сложности что изменилось в ней я тоже исправила взрослой жизнью с реальной жизнью для нее эта жизнь оказалась естественно неожиданной она ее не знала у него формируется новое видение то есть понятие чувство ответственности прежде всего зато как она проводит время и как это повлияет на ее дальнейшую судьбу ну а в целом вам удалось наладить контакт с детьми да больше любви больше взаимопомощи заботы друг о друге и с их стороны тоже вы знаете леся мне сейчас несколько удивительно слышать от вас о том что ваши отношения с детьми стали ближе стали да да согласен с дана ведь насколько я знаю она не приняла вашего приглашения и не пришла на вечеринку которую вы организовали кстати когда она объяснила свой поступок объяснение было банально то есть она была занята так сильно что не смогла чем присоединиться ну мы с вами понимаем что это всего лишь отмазка скажем так а чё она улыбается что любой бы из присутствующих был бы счастлив если бы ему устроили такой праздник почему ты это правильно опять она начинает все приравнять к деньгам вот любому было бы приятно капец ну чуть-чуть мама что неправильно говорит что она сама себе не могла это объяснить не знаю она тоже жалела мне так кажется вот видите вы только предполагаете что она сожалеет но что на самом деле чувствует ваша дочь на мой взгляд вы к сожалению до сих пор не знаете вы говорили что хотите наладить отношения с дочерью стать ближе но к сожалению этого не произошло отселить дочь с которой вы не можете найти общего языка это самый легкий способ решения проблем гораздо тяжелее достучаться понять ее стать для нее другом куда проще отдать дань недвижимость отселить вместо того чтобы дать любовь поддержку вернуть утраченное доверие на телесе вот дети это не бизнес-план я бы хотел чтобы вы это поняли они должны действовать лишь так как выгодно вам они не могут быть удобными ведь они неподчиненные и не должны выполнять четко поставленные вами задачи пренебрегая своими потребностями в любви заботе внимание дети это личности которых надо воспитывать вдохновлять любить вы знаете я думаю что это даже неплохо что дано теперь живет не с вами вы перестали ругаться после того как стали жить отдельно и это несомненно плюс ну что ж алисин давайте посмотрим какого результата вы добились никакого начнем с павла хорошо ну мальчики может быть типа лучше будут но это будет не идеал сто процентов да с мамашей тяжело такой ну да вот видите показывают до годится остап градиться но это не идеально вам показали идеально когда они улыбаются вот так вот вот опять чувак грустный между помните какие были раньше там всякие картинки а здесь он такое очень даже ничего она на другие проекты не видела сейчас будут как вы знаете 16 чуть-чуть вроде бы лучше делают немного лучше но тоже так себе хочу сказать что в силу сложившейся ситуации будущее ваших детей теперь в большей степени зависит не от вас их родных от них самих чужих людей ведь остапа в суворовском училище паша в кадетском корпусе а данного вообще живет одна учится самостоятельно отвечать за свою жизнь и мне кажется у нее это неплохо получается вы сами сделали такой выбор правильный он или нет покажет время знаете я искренне желаю чтобы ваше отношение с дочерью стали теплее потому что вы и дано заслуживаете того чтобы быть счастливыми матерью и дочерью удачи спасибо и вам тоже всего доброго всего доброго до свидания чего мы добились наводились отношения нет чему проект подошел ни к чему я сплавила свою дочь давайте поговорим да к сожалению у меня складывается впечатление что олеся просто выполняла правила вот формально будто бы для какого-то отчета для того чтобы поставить галочку на как менеджер относится к своей задачи любая проблема с детьми для нее как бизнес проект из которого полностью исключена эмоциональная сфера а между тем во взаимодействии с детьми именно она является ключевой олеся зациклилась на своих проблемах на том насколько ей некомфортно она совсем забыла насколько некомфортно и неприятно детям жить рядом с ней не откроет впечатление что это наверное единственная семья где мама ни разу за все время участия в проекте не подошла дочери к сыновьями и не сказала что любит их даже уже очень черт суверена что дети и так знают что она их любит ну конечно дети бунтуют когда не получают любви они ее требуют такие взаимоотношения подошли бы между начальником и сотрудниками да я же говорил вам и я вот в то же время немножечко другой очень понятно конечно дети бунтуют когда не получают любви они ее требуют такие взаимоотношения подошли бы между начальником и сотрудниками да вот я вот этом говорил в начале еще обзора проекта что у мамаша ведет себя как начальник и подчиненное как учитель и ученики она не относится как дочери это правда но мамы и дети взаимоотношения немножечко другое понятно поведение данных естественно все что и остается это бунтовать проявлять агрессию бунтовать потому что просто прийти маме и сказать мама мне не хватает твоей любви мама не услышит услышит но в ответ не да ничего не будет начнет упрекать говорит ну как же не хватает я ли тебя не любила я ли тебя не кормила а я тебе купил айпад кожу так же говорю абсолютно верно это в принципе табу я к сожалению не могу понять о лесе которая мне кажется вот могла изменить будущее своих детей знаешь ведь дана пыталась меняться и я думаю что у нее есть потенциал под конец проекта пыталась чувствует уже вела себя временами она начинает проявлять нормальные эмоции она перестает защищаться дерзить и становится очень приятной в общении девочкой и видно было на третьей неделе что у нее начало получаться пошла поговорить с мамой это правда мама не поддержала этот разговор в данном контексте мне кажется что ей лучше быть без мамы чем с мамой к сожалению я прихожу к такому да я с тобой совершенно согласна как не прискорбно это признавать мне хочется верить что олеся сможет измениться у нее есть шанс вспомнить проанализировать я верю что олеся любит своих детей поэтому искренне надеюсь что она найдет в себе силы исправить свои ошибки и найти подход воспитания ну что ребята вот мы подвели итоги нашей семьи да как я и говорил что ничего не изменилось очень жаль но ребята такие вот истории у нас случаются если нравятся эти выпуски то поддержите меня лайком если вы еще не подписаны то самое время это сделать да да и обращайся на к тебе и очень скоро выйдут новые семьи это был андрей чем до скорой встречи